Шит контракт и будет надеяться, что деньги достанутся ему, потому что он мог бы потратить деньги более осмысленно. Пользователь, поздравляю с завершением задания. Лучжоу находился в белоснежном пространстве системы. Он прочитал текст на информационном экране и получил награду за свое задание. Как и в прошлый раз, он выполнил сразу два задания цепочки. Первое, материал БГУ-1, который принес ему 100 000 очков опыта по инженерному делу и 500 баллов. После начала проекта демонстрационного реактора правительство инвестировало все свои средства, которые ранее были выделены ЭТЭР, в проект реактора Стар-2. Поскольку инвестиции достигли 10 миллиардов, это принесло ему 50 000 свободных очков опыта и один билет счастливой лотереи. Лучжоу посмотрел на единственные две дисциплины два уровня на своей панели характеристики. Он немного подумал и, наконец, решил присвоить 50 000 общих очков опыта науки об энергии. Его информатики уже открыли ветку искусственного интеллекта. Пока СИАЙ продолжал совершенствоваться, его уровень искусственного интеллекта также будет повышаться. Следовательно, ему не нужно тратить больше очков опыта на искусственный интеллект. В отличие от нее, энергетика не получала опыт так легко. Учитывая тот факт, что генератор реактора, очевидно, в области энергетики, Лучжоу решил на всякий случай повысить уровень этой дисциплины. После того, как Лучжоу закончил распределять очки опыта, он обновил свою панель характеристик. Основные науки. А математика. ЛВ-7, 144 001 200 000. Б физика. ЛВ-5, 83 215 300 000. Ц биохимия. ЛВ-4, 74 200 000. Б инженерное дело. ЛВ-4, 0 200 000. Е материаловедение. ЛВ-5, 113 300 000. Эф-энергетика. ЛВ-3, 0 100 000. Гаинформатика. ЛВ-2, 30 500 000. Баллы. 5 475 000. Один билет счастливой лотереи. Лучжоу мельком взглянул на свои характеристики и покачал головой. Интересно, когда я смогу достичь восьмого уровня? Один-два миллиона очков опыта. Это больше, чем все остальные требования к повышению уровня, вместе взятые. После того, как Лучжоу закрыл свою панель, он собирался покинуть системное пространство. Однако внезапно вспомнил, что это второе задание дало ему билет счастливой лотереи. Лучжоу уже довольно давно не играл в лотерею. После того, как активировал цепочку заданий, он почти забыл, что система имеет такую функцию. Этот билет обошелся ему 10 миллиардов. Лучжоу, который обычно не имел никаких ожиданий от лотереи системы, не мог не взволноваться. Он нажал на кнопку, и колесо рулетки начало вращаться. Парень подсознательно помолился несколько секунд и снова нажал кнопку. По инерции колесо прокрутилось еще пару оборотов, а потом остановилось. Поздравляю, вы выиграли чертежа. Этот текст ошеломил его. Серьезно? Молитва, и правда, сработала? Он тщательно все обдумал. Последний раз он получал чертеж где-то пять лет назад получено. Процесс производства материала БГУ-1. И мы-мым, несмотря на то, что Лучжоу привык к тому, что система играет с ним злые шутки, он не думал, что система сделает что-то подобное. Между прочим, разве не он изобрел этот материал? Лучжоу встал перед экраном и некоторое время рассматривал его, а затем вздохнул. Как бы то ни было, все в порядке. Так совпало, что он пытался выяснить, как решить производственную проблему для материала БГУ-1. В конце концов, метод, который изобрел Хаутзин Ли, лишь лабораторный. Его можно было бы использовать для подготовки небольшого количества образцов, но так почти невозможно произвести достаточно для реактора. Этот чертеж сэкономил ему кучу времени. Получив награду, он тут же покинул системное пространство. Недавно он был в Хачжау. Осматривая место строительства реактора, он явно не мог возвращаться на свою виллу каждую ночь. Поэтому китайская национальная ядерная корпорация организовала для него дом. Он находился в районе размещения сотрудников рядом с Тиньваньской АЭС. Дом был довольно современный, около 90 квадратных метров. Не слишком большой, не слишком маленький. В конце концов, вся его работа, в основном, сосредоточена на строительной площадке, и ему нужно только место для сна. Открыв компьютер, он подключил к нему флишку от системы. Как он и ожидал, после того, как он закончил копирование данных, флишка медленно распалась на черный пепел и исчезла. Лучо упадул на порт Усп-соединения, чтобы избавиться от пепла. Не колеблясь, он тут же открыл недавно скопированный файл. Теоретически этот проект от системы содержал ответы, которые находились в пределах его познаний. Он мельком взглянул на чертежи. Несмотря на то, что в дизайне было много новизны, он все еще в пределах того, что мог понять. Самое главное заключалось в том, что, согласно производственным возможностям Китая, для них вполне реально реализовать такую производственную линию. После того, как Лучоу закончил просматривать чертеж, на его лице появилась ухмылка. С материалом первой стенки закончена. Теперь ему оставалось только найти подходящего партнера и начать производство. Глава 544. Полное сотрудничество. Выключив компьютер, Лучоу почувствовал голод. Уже близился обед, поэтому он отправил сообщение Ван Пену, после чего встал, переоделся и спустился вниз. Он сел в машину Ван Пена и поехал в столовую на строительной площадке реактора. Эта столовая располагалась во внутренней части строительной площадки и первоначально предназначалась для строительства третьего блока Тиньваньской АЭС. Однако, как и строительная площадка, теперь она передана Лучоу. Как и другие исследователи, Лучоу приехал в Хэчжоу всего неделю назад. Он не готовил дома, и там не было даже кухонных принадлежностей. Хотя он привык готовить для себя, он не особо придирчивый едок. В течение прошлой недели, как и другие исследователи, ел все три раза в день в столовой. Честно говоря, еда здесь довольно хорошая. Готовили военные повара, которых перевели сюда из армии. Видимо, чтобы обеспечить едой более 2000 научных работников, военная часть вблизи этого района намеренно расширила свою команду поваров. Лучоу услышал это от Ван Пена. Лучоу заказал бок юсянской рубленой свининой и тушеную свиную рульку. Он попросил Ван Пена принести ему тарелку супа с другой стойки. Затем они оба уселись в столовой. Лучоу все еще думал об этом плане, когда Ван Пен внезапно заговорил. Точно, сэр, я хотел кое-что обсудить с вами. Услышав, что Ван Пен назвал его сэр, он понял, что это что-то серьезное. Поэтому спросил. Что случилось? Я тебя слушаю. Мое начальство хочет усилить вашу безопасность. Безопасность? Лучоу ел кусок свинины. Что-то случилось. Ван Пен покачал головой. Нет, это, в основном, из соображений предосторожности. Меня все устраивает. Вы можете делать все, что хотите. Я отвечаю только за исследования. Само собой, нам все еще нужно узнать ваше мнение. Ван Пен улыбнулся. В конце концов, мы не хотим приносить слишком много проблем в вашу повседневную жизнь. Лучоу улыбнулся и взял палочкой еще один кусок свинины. Кстати, позволь спросить, на кого ты работаешь? Ван Пен помолчал секунду, а потом с любопытством спросил. Разве вы не знаете? Лучоу покачал головой. Не знаю. Никогда не интересовался раньше, но теперь, когда ты заговорил об этом, мне стало интересно. Конечно, можешь не говорить, если нельзя. Нет, в этом нет ничего такого. Ван Пен огляделся вокруг, прежде чем тихо ответить. Министерство государственной безопасности. Услышав это, Лучоу удивился и подозрительно посмотрел на Ван Пена. Ты уверен? Ван Пен удивился. Конечно, уверен. Зачем мне лгать? Ничего. Лучоу кашлянул. Я просто чувствую, что я не похож на человека оттуда. Лучоу кивнул. Да. Ты даже не носишь костюм или солнцезащитные очки. Кроме того, с твоим телосложением не похоже, что ты можешь сражаться очень хорошо. Конечно, могло быть и так, что Лучоу просто не мог этого заметить. В конце концов, по сравнению с наукой, он мало чего понимал в этом. Ван Пен потерял дар речи. Мы не похожи на телохранителей в кино, и характер нашей работы совершенно другой. Лучоу посмотрел на потного повара позади него, рубящего овощи, и шутливо сказал. Эй, посмотри на этого парня, рубящего овощи, скольких подобных ты можешь победить. Ну и шутки, Ван Пен кашлянул. Я обучался в спецназе, поэтому унизительно сравнивать меня с поваром. После того, как Чжоу Чинфу вернулся из Европы, он остался в Пекине, занимаясь будущим Китайского центра по реализации программы термоядерной энергии. С тех пор, как Китай вышел из Этер, центр оказался в затруднительном положении. Хотя его не собирались немедленно распускать, большинство совместных исследовательских проектов, связанных с Этер, по большей части приостановили. Их исследовательские средства также направили на проект реактора Стар-2. Это почти то же самое, что и расформировать их. Кроме того, то, что ранило Чжоу Чинфу даже больше, чем распуск, заключалось в том, что у высшего руководства было только одно требование. Он должен полностью сотрудничать с главным конструктором Лу Чжоу и участвовать в проекте реактора Стар-2. Снова полностью сотрудничать. Сердце Чжоу Чинфу вспыхивало огнем всякий раз, когда он слышал эти слова. Однако он мог только сдержать гнев в себе, поскольку не мог его некуда выплеснуть. Закончив кое-какую работу, он собирался сходить за едой. Однако ему неожиданно позвонили. Он достал телефон и увидел, что звонит Пань Чинхун. Чжоу Чинфу поджал губы и ответил на звонок. Да, старина Чжоу, как поживаешь? Чжоу Чинфу холодно усмехнулся. Ох, звонишь, чтобы поиздеваться надо мной? Отчего ты так говоришь? Над чем тут смеяться? Чжоу Чинфу прищурился, как будто хотел что-то сказать. Однако с другого конца заговорили быстрее. Мы, давние друзья. Хотя ты не хочешь меня видеть, я все еще вспоминаю о тебе. У меня тут бутылка Ма-Тэ, ты придешь? Чжоу Чинфу сначала хотел отказаться и не знал, почему согласился на это. Он пришел в ресторан, о котором говорил по телефону Старый Пань, и сел. Вскоре после этого он увидел знакомого человека, входящего в ресторан с бутылкой Ма-Тэ. Хозяин, как обычно, дай нам несколько блюд, которые хорошо сочетаются с алкоголем. Понял. Хозяин ресторана, сидевший за стойкой, вошел на кухню. Пань Чинфун сел напротив Чжоу Чинфу и улыбнулся. На дороге были пробки, поэтому я немного опоздал, не ожидал, что ты придешь так рано. Если тебе есть что сказать, просто скажи это. Мне нечего сказать, сказал Пань Чинфун. Я здесь только для того, чтобы выпить с тобой и поговорить о старых временах. Что, у тебя даже нет времени поесть со мной? Чжоу Чинфу нахмурился. Он понятия не имел, чего его собеседник хочет добиться. Пань Чинфун ничего не объяснил. Он взял две чашки и налил Ма-Тэ в каждую из них. После того, как я ушел от тебя, я задумался. Я ответил на многие свои вопросы, но есть еще кое-что, чего я не понимаю. Чжоу Чинфу выдавил улыбку. Чего ты не понимаешь? Не могу понять твою цель. Чжоу Чинфу нахмурился и ничего не сказал. Видя, что Чжоу Чинфу не отвечает, академик Пань продолжал. Деньги слишком скучны для тебя. Уверен, что тебя они не заботят. Слава. Наши ученики разбросаны по всему миру, поэтому не будет преувеличением сказать, что в Китае нет никого в поле управляемого термоядерного синтеза, кто не знал бы твоего имени. Чжоу Чинфу фыркнул и усмехнулся. Ты попросил меня выпить с тобой сегодня только для того, чтобы польстить мне? Пань Чинфун усмехнулся. Я уже на пенсии. Зачем мне кому-то льстить? У тебя начинается слабоумие? Чжоу Чинфу тупо уставился на старого друга. Просто скажи мне прямо, перестань ходить вокруг да около. Пань Чинфун некоторое время смотрел на Чжоу Чинфу. Ты изменился, вдруг сказал он. Чжоу Чинфу нахмурился. Пань Чинфун выпил и удовлетворенно облизнул губы, словно испытал ностальгию. Несколько десятилетий назад мы были менее развиты. Государство хотело, чтобы мы учились у западных стран. Американцы в то время исследовали Стелларатор, поэтому мы сделали Лин Юнь. Потом американцы прекратили свои исследования и вместо этого последовали за русскими исследовать Токамак. Мы поняли, что не можем продолжать наши разработки Лин Юня, поэтому мы также начали исследовать Токамак. Затем на международной арене Токамак заменил инерционный термоядерный синтез, поэтому мы решили исследовать его вместо этого. Затем американцы потерпели неудачу в своем эксперименте с НИФ, поэтому поле инерциального термоядерного синтеза вновь остыло, и Токамак снова стал горячей темой. Тогда я сказал, что мы не должны этого делать. Мы всегда будем отставать от других стран, мы никогда не будем лидерами. Ты согласился со мной и сказал, что единственный способ развить нашу собственную технологию – участвовать в самых передовых исследованиях в мире. Итак, мы обратили свое внимание на ИТР, потому что думали, что это путь к успеху. Я писал письма Коммунистической партии Китая, пока ты ездил в Европу на переговоры. Затем, спустя несколько лет, мы, наконец, сделали Китай членом ИТР. Вернувшись, ты радостно сказал мне, что я понятия не имею, как усердно ты работал ради этой сделки. После этого китайские исследования управляемого термоядерного синтеза полетели. Все больше и больше научно-исследовательских институтов присоединилось к этой области. Юго-Западный институт физики больше не был единственным научно-исследовательским институтом в области управляемого термоядерного синтеза. От Джунчина до Луина мы создали более десятка термоядерных машин. За 20 лет мы прошли путь от последователей до лидеров. Джоу Чинфу холодно улыбнулся и прервал его. А что теперь? Твоя кровь, пот и слезы уничтожены этим парнем. Они покинули ИТР, ХЛ-2, а все еще ремонтировался. Юго-Западный институт физики отставал в поле термоядерного синтеза. Хотя половина этого из-за того, что Джоу Чинфу не хотел сотрудничать, но корнем всего этого являлся Лу Чжоу. Джоу Чинфу подумал, что Пан Чинхун будет несколько эмоционально взволнован. Он не ожидал, что Пан Чинхун улыбнется и сделает глоток Маэтея. Да, и что? Ты совсем не расстроен? Больно из-за Токамака или ИТР. Пан Чинхун улыбнулся. Спроси себя, мы преследуем Токамак или ИТР, или мы преследуем термоядерный синтез? Прямо сейчас моя кровь, пот и слезы превратились в демонстрационный реактор Стар-2. Мы только что сделали большой шаг к финишу, так почему бы мне не пострадать? Почему я должен расстраиваться? Выражение лица Чжоу Чинфу слегка изменилось. Пан Чинхун заглянул в глаза своего старого друга и серьезно произнес. Старина, хочу сказать тебе лишь одно. Проснись. Глава 545. Ловушка расплава. Это немного интересно. Академик Ван Цзэн Гуан заинтересованно рассматривал чертеж Лу Чжоу. Через какое-то время он спросил, кто разработал это. Лу Чжоу, очевидно, не мог рассказать ему правду, поэтому дал простой ответ. Это спроектировал институт. Формально он – часть института. Кроме того, это своего рода разработано системой. Академик Ван с подозрением посмотрел на Лу Чжоу. Но, само собой, есть ответственный зачертеж. Ничего не берется из воздуха. Лу Чжоу улыбнулся и ничего не объяснил. Вместо этого он перевел разговор в другое русло. Давай не будем вдаваться в подробности. Вместо того, чтобы говорить о том, кто придумал, я хочу узнать больше об этом проекте. Есть ли у Китайской национальной ядерной корпорации средства для реализации этого производства? Академик Ван посмотрел на чертеж и потер подбородок. Подумав немного, он дал ответ. Это трудно, но все должно получиться. Поскольку академик Ван сказал, что все в порядке, Лу Чжоу вздохнул с облегчением и кивнул. Хорошо, тогда я оставляю это на вас. Никаких проблем, обещаю, что мы организуем все как можно скорее. Академик Ван посмотрел на Лу Чжоу и улыбнулся. Похоже, профессор Лу – скрытный человек. Неужели он подумал, что это я начертил чертеж? Лу Чжоу вспомнил, что случилось в прошлый раз, когда он что-то чертил перед ним и догадывался, почему академик Ван не понял его. Однако, можете неправильно понимать все, что хотите, меня это не касается. Я бы предпочел, чтобы меня неправильно поняли, они продолжали закидывать вопросами. Академик Ван посмотрел на чертеж в руке и вдруг что-то вспомнил. Кстати, хотя управляемый термоядерный синтез является проектом национального уровня, все же существует четкая грань между государственными и частными предприятиями. Эта технология разработана Институтом перспективных исследований, поэтому мы не можем просто взять ее бесплатно. Я предлагаю заключить соглашение о сотрудничестве с вас, технология, с нас, производство. Если бы академик Ван Цзенгуан взял чертеж кого-то другого, он бы ничего не сказал, но в случае с Лу Чжоу все по-другому. Что значит главный конструктор национального проекта? Это значит, что он мог потратить десятки или даже сотни миллиардов юаней, как ему заблагорассудится. Он единственный, кто обладал всей властью. Это связано с тем, что правительство высоко ценило его. Даже такая гигантская компания, как китайская национальная ядерная корпорация, не хотела его обидеть. Поэтому хотя Лу Чжоу и не предъявлял никаких особых требований, академик Ван все же учитывал все факторы. Он не хотел попадать в неприятности в будущем, поэтому не мог позволить себе обидеть Лу Чжоу. Он должен обсудить это с руководством компании. Лу Чжоу не придал особого значения этому предложению и равнодушно ответил. Хорошо, сделайте это. На самом деле академик Ван слишком много переживал об этом. В действительности Лу Чжоу такое не волновало. По сравнению с огромным рынком литий-серных батарей, рынок материалов для ядерных реакторов, капля в море. Если пошлины за патент на материал БГУ-1 могли принести Лу Чжоу пару копеек, то его сотрудничество с Китайской национальной ядерной корпорацией принесло бы ему самые большие дополнительную копейку. Если бы он действительно хотел зарабатывать деньги, его бы не волновали эти мелочи. Он бы просто сосредоточился на коммерциализации технологии управляемого термоядерного синтеза. Не говоря уже о том, что государство определенно не будет относиться к нему плохо. Влияние прорыва в технологии термоядерного синтеза увеличило бы рынок литий-серных батарей в несколько раз. Одного только увеличения продаж анодных и катодных материалов будет достаточно, чтобы сделать его безумно богатым. Но все это бессмысленно. В конце концов, на его банковском счете было больше денег, чем он мог потратить, даже если добавить еще один ноль на конце. Эм, ну, на самом деле, это звучит довольно заманчиво. Пока Лу Чжоу обсуждал с академиком в одном детали чертежа, в дверь кабинета постучали. Они прекратили разговор, и Лу Чжоу посмотрел на дверь. Войдите. Дверь распахнулась, и вошел исследователь. Приехал эксперт из Юго-Западного института. Юго-Западного института? Лу Чжоу удивился. Кто? Академик Чжоу Чинфу. Группа людей стояла у входа на строительную площадку. В сопровождении Ван Пына Лу Чжоу подошел к пропускному пункту и дал солдатам знак пропустить гостей. Лу Чжоу посмотрел на Чжоу Чинфу и с улыбкой протянул ему руку. Рад видеть вас здесь, Чжоу Чинфу без особого энтузиазма пожал руку парню, а потом негромко произнес. Рад встретиться. Лу Чжоу почувствовал, что тому есть что сказать, поэтому спросил. Не хотите зайти ко мне в офис? Чжоу Чинфу кивнул. Конечно. Они шли рядом, почти не разговаривая. Чтобы атмосфера не казалась такой мрачной, Лу Чжоу попытался завязать разговор. Хэл 2 отремонтировали? Благодаря тебе, все еще нет. Лу Чжоу неловко улыбнулся и ответил. Да, это моя вина. Хотя Чжоу Чинфу пришел с миром, ему было трудно сдержаться, когда он видел самодовольную улыбку Лу Чжоу. Они прошли через центр строительной площадки и миновали большую яму. Чжоу Чинфу посмотрел на строительное оборудование рядом с ямой и нахмурился. Что это такое? Поскольку это не секрет, Лу Чжоу спокойно ответил. Это ловушка расплава для предотвращения несчастных случаев. Она собирает и охлаждает ядерные стержни в случае серьезной аварии. Сейчас это всего лишь фундамент, но к концу года должны закончить. В конце концов, внутренняя часть термоядерного реактора имитировала энергию звезды. Хотя теоретически термоядерная реакция безопасна, сотни миллионов градусов плазмы все еще представляли серьезную угрозу. Тем более, что энергия в демонстрационном реакторе совершенно иная, чем в экспериментальном. Если произойдет утечка, то прежде чем плазма успеет остыть до безопасной температуры, она расплавит все на своем пути. В Солнечной системе нет ничего, что могло бы противостоять плазме. Ловушка расплава защищала дорогостоящую зону термоядерного реактора. Даже при том, что у нее только одноразовое использование, если она могла спасти любые компоненты устройства от разрушения, это стоило того. Чжоу Чинф узнал, что такое ловушка расплава, и он удивленно посмотрел на Лу Чжоу. Вы даже это приняли во внимание? Лу Чжоу улыбнулся. Это не моя идея. Это предложили инженеры из Китайской национальной ядерной корпорации. Поскольку это имело смысл, я одобрил. И такомак, и стеллоратор можно было бы интерпретировать как более крупные по сравнению с обычными реакторами. После того, как инженеры из Китайской национальной ядерной корпорации поняли ценность реактора, они сразу же предложили использовать на этом термоядерном реакторе ловушку расплава третьей фазы Тиньваньской АЭС. По совпадению, Лу Чжоу мог также использовать Тиньваньскую АЭС в качестве основы. Поэтому он сразу же принял решение. Несмотря на то, что Лу Чжоу совсем не походил на хвостуна, Джоу Чинфу все еще не мог не пожаловаться. Зачем тебе вообще нужна ловушка расплава? У тебя вообще есть реактор? Лу Чжоу улыбнулся. Реактор все еще строится. Эти два компонента не помешают друг другу. Мы завершим все компоненты, а затем соберем их. На этот раз Джоу Чинфу не ответил. Ему было нечего сказать. В конце концов, у него не было достаточно глубокого понимания. Он даже не до конца понимал концепцию экспериментального реактора, не говоря уже о демонстрационном реакторе. Двое неосознанно остановились у строительной площадки. Словно Джоу Чинфу больше не собирался продолжать идти. Он просто стоял там, спокойно глядя на оборудование на строительной площадке и занятых инженеров, которые ходили вокруг. На этом реакторе работало более тысячи человек. Весь проект демонстрационного реактора подобен двигателю. Каждый человек подобен зубу на шестеренке, запускающий двигатель на высокой скорости. Зависть, волнение, неверие. Прямо сейчас сердце Джоу Чинфу переполняло так полно эмоций, что он понятия не имел, что именно чувствует. Он не понимал, как 20-летний парень мог все это делать. Если бы он не видел этого собственными глазами, то никогда бы не поверил, что это правда. Однако, похоже, Лу Чжоу действительно сделал это. Это неоспоримая истина. Джоу Чинфу внезапно почувствовал себя немного подавленным. Точно так же, как академик Пань не понимал его действий, он не понимал старика Паня. Но теперь, глядя на все это, он вдруг все понял. Если бы они продолжали развиваться такими темпами, возможно, может быть, этот парень действительно смог бы воплотить термоядерную энергию при его жизни. Помолчав некоторое время, Джоу Чинфу медленно заговорил. Все эти тысячи рабочих работают на тебя, да? Можно сказать и так. Джоу Чинфу посмотрел на Лу Чжоу. Ты когда-нибудь думал, что однажды, возможно, из-за твоего решения или ошибки, или из-за чьей-то другой ошибки, ты потеряешь свой исследовательский проект? Я хочу знать, что ты будешь делать. Какое это имеет отношение ко мне? Джоу Чинфу был ошеломлен. Он не ожидал, что Лу Чжоу так отреагирует. Он постоял немного и улыбнулся. А, тебя это не волнует? Ха, лидер, который не заботится о своих рабочих, не является хорошим. Лу Чжоу улыбнулся. Вот почему я никогда не хотел становиться лидером. Все, за что я отвечаю, это исследование неизвестного. Что касается будущего моих рабочих, то они сами должны думать о нем, я не обязан заботиться о них. Глава 546. Мы разные. Легко сказать, Джоу Чинфу покачал головой и улыбнулся. Он не знал, улыбался ли он сам себе из-за своей паранойи или улыбался молодости Лу Чжоу. Однажды ты поймешь, что все не так просто. Что ж, похоже, ты победил. Мне нечего сказать. Я должен извиниться за то, что случилось в прошлом. Но должен сказать, что даже если бы не было меня, вместо меня был бы какой-нибудь Учинфу или Чжен Чинфу. И если не говорить о других, то поговорим о тебе. Джоу Чинфу внезапно уставился на Лу Чжоу своими налитыми кровью глазами. Настанет день, когда ты станешь королем своего поля. То, что ты говоришь, будет правдой. Никто не может превзойти тебя на троне. Если захочешь идти на восток, никто не осмелится пойти на запад. Ученые, которые обижаются на тебя, осмеливаются говорить только за твоей спиной. Смеешь ли ты сказать, что когда этот день настанет, ты будешь отличаться от меня? Какое-то время Лу Чжоу просто смотрел на Чжоу Чинфу, а потом нахмурился и ответил. Ваша идея, сама по себе, очень странная. Если говорить о правде, то разве сама правда не определяет, следует ли идти на восток или на запад? Чжоу Чинфу впал в ступор. Через некоторое время он вдруг рассмеялся. Его сухой смех становился все громче и громче, и в конце концов он выдохся. Этот смех привлек внимание строителей, а также привлек внимание группы безопасности, которая патрулировала поблизости. Когда они уже собирались подойти и выяснить, в чем дело, то увидели Ван Пына, следующего за Лу Чжоу. Поэтому решили оставить это дело и продолжить свое патрулирование. Лу Чжоу спокойно смотрел на Чжоу Чинфу, не останавливая, пока тот не закончит смеяться. Достаточно посмеявшись, Чжоу Чинфу прерывисто заговорил. Раньше я размышлял о том, что, что в тебе особенного. Теперь думаю, понял это. Ты ненормальный. Неудивительно, что ты так понравился старику Пыну. Лу Чжоу безэмоционально смотрел на него, ожидая, пока тот закончит. Чжоу Чинфу рукавом вытер рот, глубоко вздохнул и выпрямился. Он некоторое время просто пристально смотрел на Лу Чжоу, прежде чем сказать. Надеюсь, ты запомнишь, что сказал сегодня. После этого Чжоу Чинфу развернулся и ушел. Покинув строительную площадку, он сел в самолет и вернулся в Жон Чин. В действительности Лу Чжоу не волновал его визит. Он всегда был очень покладистым человеком. Он будет счастлив, если другие исследовательские институты будут сотрудничать с ним, но ему также все равно, если они не будут. В конце концов, научные исследования – не выращивание сельскохозяйственных культур, не строительство небоскребов и не ремонт дорог. Инвестиции в научные исследования не обязательно означают прибыль. Если господин Чжоу действительно не хочет сотрудничать с ним, он мало что может сделать. Вместо того, чтобы зацикливаться на пустяках, будет лучше на максимум использовать ресурсы, которые уже есть. Лу Чжоу почти забыла о разговоре с Чжоу Чинфу, как через две недели после его визита снова приехали люди из Юго-Западного института физики. На этот раз приехал не Чжоу Чинфу, а старик лет 50 в сером пиджаке. Академик Юян Юянь по-простому представился и рассказал суть. Академик Чжоу вчера ушел из института. И теперь я, руководитель института. Лу Чжоу удивился. На пенсию Юян Юянь осторожно ответил. Да, это случилось совсем недавно. Перед тем, как уйти в отставку, он велел мне приехать сюда и навестить вас. Академик Юянь вздохнул и взмолился. Надеюсь, профессор Лу даст нам шанс. Хотя Лу Чжоу был удивлен, он улыбнулся и сказал. Не знаю, о каком шансе вы говорите, но если вы хотите присоединиться к проекту строительства реактора, я приветствую вас с распростертыми объятиями. Академик Юянь впал в ступор, поскольку не ожидал такого легкого согласия. Однако он быстро ответил. Спасибо. Всегда пожалуйста. Лу Чжоу протянул руку. Итак, Академик Юянь, я заранее благодарю вас. Академик Юянь пожал руку Лу Чжоу и с благодарностью произнес. Ни в коем случае, это я должен благодарить вас. Спасибо за предоставленную нам возможность, чтобы мы могли продолжить вносить свой вклад в управляемый термоядерный синтез Китая. Лу Чжоу улыбнулся. Не надо меня благодарить, вы сами сделали этот выбор. Между Лу Чжоу и Юго-Западным институтом физики не было никакого необратимого спора. Все это произошло потому, что господин Чжоу пытался создать неприятности. Что же касается обычных исследователей из института физики, то они вообще не имели права голоса в этом вопросе. Лу Чжоу явно не держал на них зла. Никогда не бывает слишком много талантов. Если бы они хотели внести свой вклад в поле термоядерного синтеза, он не отвергнет их. Однако единственным несчастьем стало то, что Чжоу Чинфу решил уволиться. На самом деле, с его способностями и опытом, ему рановато уходить на пенсию. Лу Чжоу тщательно обдумал все и понял, что фактически это лучшее решение для господина Чжоу, Юго-Западного института физики и будущего Китая в области управляемого термоядерного синтеза. Строительная площадка, кабинет главного конструктора. Академик Пань сидел в кабинете и вздыхал с облегчением. Не ожидал, что старина Чжоу окажется таким настырным. Он не хотел отступать до последнего. С его способностями он мог бы продолжать доминировать в этой отрасли. Зачем он уволился? Жаль. В этот момент лицо академика Паня переполняло сожаление. Они боролись в этой области с 70-х годов и прошли долгий путь, чтобы добраться до сюда. Теперь, когда началось строительство реактора, управляемый термоядерный синтез уже не за горами. Какая разница между решением уволиться в это время и решением остановить войну за один день до того, как она будет выиграна? Лу Чжоу посмотрел на опечаленного академика и о чем-то задумался. Недавно он приехал сюда, чтобы поговорить со мной. Академик Паня удивился. О чем вы говорили? Лу Чжоу немного подумал и ответил. О чем-то, что не имело ничего общего с управляемым термоядерным синтезом. Академик Паня не стал расспрашивать о подробностях. Он только вздохнул. Хорошо. Судя по всему, он сделал свой выбор. После тщательного обдумывания академик Паня отложил в сторону свое сочувствие к старому другу и улыбнулся. Точно, помимо Юго-Западного института физики, он также ушел со своего поста директора в Китайском центре реализации программы термоядерной энергии. Мы еще не определились с новым руководителем, но все академики инженерной академии написали письма, рекомендуя тебя на это место. Что думаешь? Глава 547. Начало производства материала. Предшественником Китайского центра реализации программы термоядерной энергии был Международный центр реализации программы термоядерной энергии. Название изменилось, как только Китай покинул ИТР. Руководителем центра всегда был Чжоу Чинфу. Лу Чжоу посмотрел на академика Паня и понял, что именно он убедил других поручиться за него. В конце концов, его уровень связи и контактов в китайском академическом сообществе недостаточен, чтобы академики, которых он никогда не встречал, писали за него письма. Лу Чжоу глубоко задумался, должен ли я соглашаться или нет. Спустя какое-то время, он ответил, я уже главный конструктор демонстрационного реактора Стар-2. Не слишком ли жирно стать руководителем центра? Не говоря уже о том, что я очень занят в исследованиях, и у меня нет времени. Это нормально, ведь в академических кругах принято иметь несколько рабочих мест. Не говоря уже о том, что эти две работы не конфликтуют друг с другом, к тому же она не будет отнимать слишком много времени. Академик Пань покачал головой. Можешь просто занимать место директора, а по факту поручить всю работу секретарю или помощнику, или все переложить на заместителя. Обычно академик Пань не предлагал бы кому-то подобного. В конце концов, это очень распространено у начальников, целыми днями ничего не делать и сваливать работу на других. Но поскольку это Лу Чжоу, ему не нужно беспокоиться о подобном. Видя, что Лу Чжоу не очень убежден, академик Пань продолжил. Если действительно не хочешь, то знай, что ни один из заместителей не подходит. Я уверен, что причины тебе понятны. Если мы переведем человека из Министерства энергетики, он не только будет знаком с работой, но и, боюсь, будет руководить людьми, которые знают больше его, что повлияет на проект. Мы сосредоточились на больших задачах, поэтому мы должны сделать все возможные, чтобы впустую не тратить ресурсы. Я подумаю об этом. Поскольку у Лу Чжоу имелись собственные взгляды, академик Пань больше не хотел уговаривать, он просто кивнул. Ладно, подумай. В любом случае Министерство энергетики заранее спросит твое мнение. Точно, Стелларатор, все нормально, да? Когда академик Пань упомянул большие задачи, он ощутил некоторое беспокойство. В отличие от непрофессионала, слово Стелларатор довольно болезненное для ученых. Сильнее сосредоточиться на больших задачах можно только в том случае, что этот путь верен. Хотя академик Пань знал, что вероятность ошибки невелика, он все же не мог не спросить. Услышав подобный вопрос, Лу Чжоу мягко кашлянул. Мы уже зашли так далеко. Только не сгласьте. Что значит сглазить? Это как вы говорите, что что-то произойдет, и это происходит. Неужели нельзя сказать более понятно? Моя внучка тоже такая. Постоянно говорит непонятные слова в течение дня. Академик Пань покачал головой и встал с дивана. Ладно, рад твоей уверенности. У меня нет времени болтать. Я возвращаюсь в Пекин. Лу Чжоу улыбнулся. Удачи. Наконец, после некоторого раздумья, Лу Чжоу решил согласиться с предложением академика Паня и стал директором китайского центра по реализации программы термоядерной энергии. Что касается финансовых, кадровых, управленческих и других административных задач, то Лу Чжоу решил сохранить первоначальные договоренности и не вносить никаких изменений. Если это будет необходимо, он внесет поправки позже. Лу Чжоу не нужно использовать эту новую должность для достижения какого-либо влияния. Все, что ему нужно, чтобы центр продолжал делать то, что он хочет, и не мешал его исследованиям. В конце концов, после того, как демонстрационный реактор будет построен, центр, скорее всего, снова будет реструктуризирован. К тому времени он уже мог уволиться и уступить эту должность кому-нибудь другому. Через неделю после того, как Чжоу Чинфу покинул свой пост, Лу Чжоу получил официальный документ о назначении. Почти в то же самое время из Китайской национальной ядерной корпорации пришла хорошая новость. Академик Ван снова вернулся на строительную площадку и сразу же нашел Лу Чжоу. От волнения он даже забыл поздороваться и перешел к делу. Чертеж настолько превосходен, что мы решили проблему производства материала. Мы начнем производство, самое позднее, в конце месяца. Услышав эту новость, Лу Чжоу улыбнулся и сразу же спросил, где находится завод. В Чангане керамико-композиционные материалы получили широкое применение в аэрокосмической промышленности благодаря своей высокой термостойкости, прочности и небольшому весу. Они, в основном, использовались в соплах ракетных двигателей, головных обтекателях и других компонентах. Крупнейшая в Китае база по производству композитных материалов на основе керамики располагалась в Чангане. Поэтому там же строился завод по производству материалов БГУ-1, совладельцами которого стали Китайская национальная ядерная корпорация и Цзиньлинский институт вычислительного материаловедения. Чангань, самый центр страны, Лу Чжоу поинтересовался, не слишком ли далеко отсюда? Он изначально думал, что его можно построить недалеко от Хачжоу. И в случае аварии исследователи из Института вычислительного материаловедения могли приехать на помощь. Как и со сверхпроводящим материалом из Г-1, исследователи из Института вычислительного материаловедения очень помогли в процессе производства на протяжении всего пути от модернизации производственной линии до решения ряда технических проблем. Академик Ван покачал головой. Не слишком, это займет два дня по железной дороге. Это близко к нашей производственной базе в Жунчине. После того, как материал произведут, его можно сразу отправить в Жунчин и обработать, а потом его можно отправить в Хачжоу и собрать здесь. На самом деле было еще кое-что, о чем академик Ван не упомянул, а именно аспект безопасности производства. Производить его внутри страны было гораздо безопаснее, чем вблизи берега. В конце концов, хотя это и не военная технология, она все еще связана с ядерным оружием и считалась чувствительной технологией. Лучжоу кивнул и больше ничего не сказал. Хорошо, вы эксперты в этой области. Больше не лезу. Создание орбиты Стелларатора в Жунчине. Нет никаких проблем? Когда академик Ван услышал этот вопрос, он махнул рукой. Не надо беспокоиться. 20 лет назад наши ученые побывали с визитом на французской атомной электростанции. Даже просто наблюдая издалека, они построили подобную машину у себя дома. В конце концов, мы также работали в течение полугода со Стелларатором Стар, и мы разбирали и собирали его множество раз. Мы, те, кто изменил внешнюю катушку. Если даже этого мы не сможем сделать как надо, то можем все сразу же уволиться. Лучжоу улыбнулся и ответил. Нет, не надо. Этот проект не может продолжиться без вас. Перед тем, как увольняться, убедитесь, что реактор работает как надо. Услышав это, академик Ван улыбнулся, прищурился и ничего не сказал. Слова, что проект не может продолжиться без них, эхом отдались в его сердце. Это очень приятное ощущение, что тебя ценит. Тем более, когда ценит лауреат Нобелевской премии. Лучжоу спросил. С материалом все решено. Сколько еще нужно времени, чтобы орбита была на месте? Без малейших колебаний академик Ван уверенно ответил на вопрос. Обещаю построить ее не позднее конца этого года. Глава 548. На полную мощность. Начало октября. Строительная площадка была оживленной. На краю строительной площадки стояло несколько больших грузовиков. С помощью строительной бригады и подъемного оборудования они аккуратно разгружали груз. Лучжоу стоял рядом с ними, наблюдая, как тяжелые оборудования доставляют на строительную площадку. Сяли с волнением произнес. Мы собирались продать это Айтер, но предполагаю, что они теперь не заинтересованы. Устройство перед ними – легендарная ионно-циклотронная резонансная нагревательная антенна. Оно устройство состояло из четырех компонентов – передатчика, линии передачи, преобразователя сопротивления и самого важного компонента – нагревательной антенны. Выходная энергия может достигнуть 3 МВТ, и частоту можно регулировать в диапазоне 30-110 МГц. Это один из ключевых компонентов термоядерной машины. Это, вероятно, одна из самых передовых технологий, уступающая только сверхпроводящей дообразной конструкции из лаборатории строительных материалов института в Фуине. Помимо компании «Генерал Атомец», это оборудование стоимостью в миллиард долларов также собирался купить ИТР. Но, судя по всему, теперь европейцы не купят его. Сяли помолчал немного и добавил. Его собирались разобрать и отправить во Францию. Однако наше сотрудничество с ИТР прервалось. С помощью него мы можем нагреть плазму внутри реактора до более чем 100 миллионов градусов. Это одно из самых передовых нагревательных устройств в мире. Лучжоу кивнул и с интересом посмотрел на оборудование. Несмотря на то, что она называлась ионно-циклотронной резонансной нагревательной антенной, это устройство больше походило на гигантский кондиционер. Форма стальной рамы походила на форму кондиционера. Ограничитель тока и пояс тока снаружи выглядели как воздушные фильтры лопасти вентилятора. Далее к задней части шли трубчатые вакуумные линии передачи, гидравлические приводы и важные вакуумные порты подачи. В ходе эксперимента защитным ограничителем служила лопасть вентилятора кондиционера, которая располагалась в передней части. Это, в сочетании с поясом тока, составляло компоненты для нагрева плазмы и клетку Фарадея. Это изолировало плазму от тока во время нагрева плазмы, а также препятствовало взаимодействию электростатического поля с плазмой. Поскольку плазма находилась в вакуумной камере, на внешней стороне машины имелось также 43 охлаждающих трубки диаметром 10 мм. Хотя устройство выглядело сложным и огромным, оно было лишено какой-либо научно-фантастической красоты. Однако в конструкции не присутствовало ничего лишнего, каждое соединение тщательно спроектировано. Поэтому изменить конструкцию не так-то просто. Вдруг к ним подошел пожилой инженер в каске и сером пальто. Он посмотрел на Лучжоу и улыбнулся. Ну как, неплохо, правда? Лучжоу улыбнулся. Выглядит довольно надежно. Просто надеюсь, что будет нормально работать на стеллораторе. Старый инженер махнул рукой. Будьте уверены. Даже если оно не заработает сейчас, мы обещаем, что в конечном итоге работать будет. Старика, стоявшего перед Лучжоу, звали Лицзяньган. Он академик Китайской академии наук. Он, также вице-президент Института материаловедения при Китайском университете науки и технологий. Старик раньше занимался исследованиями корабельных энергетических установок, но каким-то образом оказался в области физики плазмы. Он попал в волну научной революции 90-х годов, когда управляемый термоядерный синтез становился все более популярным. Его академическая карьера стала успешной. Сначала он стал вице-президентом, потом академиком. До того, как Китай вышел из ИТЭР, он также являлся одним из членов экспертного комитета Китая. Именно его работа имела решающее значение в международном признании технологии ионного циклотронного резонансного нагрева. Теперь, когда Китай покинул ИТЭР, он стал консультантом Центра реализации программы термоядерной энергии. Он также отвечал за координацию работы лаборатории строительных материалов Института Фуини в проекте, в частности, установки нагревательного компонента в реактор. Ся Ле, стоявший рядом с Лу Чжоу, один из его учеников, рекомендованных им. Лу Чжоу очень доверял гарантиям этого известного человека. Большое спасибо, но у меня есть несколько простых требований. Профессор Ле достал блокнот. Говорите. Лу Чжоу кивнул и вспомнил детали, которые он обсуждал на прошлых совещаниях. Из-за нескольких различных типов плазменного разряда в стеллораторе нагревательная антенна должна иметь возможность перемещаться в радиальном направлении. Диапазон перемещения должен составлять от минус 150 миллиметров до плюс 150 миллиметров с точностью до миллиметра. Такое возможно? Профессор Ле без колебаний ответил. Это не проблема. Лу Чжоу кивнул и продолжил. Требования к сопротивлению таких компонентов, как вакуумный порт и линия передачи антенны, должны соответствовать проектным требованиям в 50-м. Требование к напряжению для внутренних и внешних проводников составляет 45 КВ. Поиск тока должен иметь независимый контур охлаждения, а охлаждающая способность должна выдерживать тепловую нагрузку на уровне МВТ-М2. Кроме того, что касается технического обслуживания и сборки антенны, нам нужно минимизировать число сварных деталей, чтобы общая скорость утечки у антенны была меньше 10-10 по М3С. Поначалу все шло хорошо, и Академик Ле был довольно спокоен. Однако, когда Лучжоу продолжил выдавать требования, словно пулемет, Академик уже не был таким расслабленным, а напрягся. Лучжоу перечислил еще с десяток требований или около того. Ему даже захотелось пить, Иван Пын дал ему бутылку воды. Он сделал глоток воды и продолжил. Это основные моменты. Возможно, я говорил слишком быстро. Как только план совещания будет написан, я перешлю детали вам на почту. Лид Зяньган наконец перестал писать. Некоторое время он смотрел в свой блокнот и подсознательно хмурился. Однако он заставил себя улыбнуться. Вы действительно знаете, как заставить нас хорошенько поработать. Даже конференции по проектам Этерни так сложны, как это. Лучжоу улыбнулся. В конце концов, это первый подобный реактор. Мы должны сделать изначально все хорошо, и я хочу сделать все как можно более совершенно. Хотя система не указывала каких-либо требований к реактору, нет никаких сомнений в том, что вознаграждение за задание привязано к результатам реактора. Чем лучше будет реактор, тем больше наград он получит за выполнение задания. Если смотреть на это с реалистической точки зрения, то чем лучше будут возможности реактора, тем меньше проблем будет на этапе коммерциализации технологии. Как исследователь, он хотел, чтобы его исследование признал мир. Академик Ли закрыл свой блокнот. Хорошо, я вернусь в институт завтра и дам ответ через два дня. Лучжоу кивнул. Хорошо, спасибо. Проект демонстрационного реактора Стар 2 шел по правильному пути. И строительная площадка, и научно-исследовательский институт бурно развивались. Демонстрационный реактор подобен факелу, освещающему все будущие термоядерного синтеза. Несмотря на то, что никто не произносил никаких мотивационных речей, все, кто работал здесь, видели перед собой четкую цель. Они делали что-то осмысленное. Их исследования на переднем крае мировой науки. До сих пор они достигли бесчисленных результатов в развитии, выиграли бесчисленные бои, доказали себе бесчисленное количество раз. Все уверены, что пока главный конструктор Лу находится здесь, они будут продолжать в том же духе, пока не пройдут финишную черту. В такой обстановке трудно испытывать негативные эмоции. Даже повара в кафетерии работали с энтузиазмом. Если все пойдет хорошо, все части могут завершить к концу года. Что же касается того, будет ли это на конец нового года или на китайский новый год, то все зависит от их удачи. Лу Чжоу оставалось решить лишь две проблемы. Первая состоял в том, чтобы вернуться в научно-исследовательский институт Старблиз пурпурной горы и как можно скорее завершить окончательный проект системы восстановления нейтронов из жидкого лития. Другие работали так усердно, что он не мог потащить их за собой вниз. Система восстановления нейтронов – основной компонент всего термоядерного реактора. Конструкция этого компонента напрямую определяла успех проекта демонстрационного реактора Стар-2. Если эту часть успешно завершат, то у них будет технология плазменного контроля, что может помочь решить вторую по величине проблему термоядерного реактора – проблему тяжелой воды. Это последняя трудная часть. Что касается электрогенератора, нагревателя, страховки под реактором. Эти компоненты лишь незначительные, которые усовершенствовали реактор. Во-вторых, он должен решить проблему суперкомпьютера. На данный момент схема управления экспериментальным реактором держалась на СИАЕ. Он же не мог перенести СИАЕ на главный компьютер демонстрационного реактора. В конце концов, это неуместно – показывать СИАЕ миру. Лучше всего отделить схему управления плазмой от основной программы. Если Лучжоу решит эти две задачи, то он соберет всю головоломку. Завершение строительства реактора – не за горами. Лучжоу не мог сдержать волнение. Бесчетные ночи тяжелой работы. Этот день наконец-то наступит. Глава 549. Таинственный район 900. Уже давно стояла глубокая ночь, но бар возле Тиньваньской АЭС переполняли мерцающие огни, ховиметалл и запах алкоголя. Тиньваньская АЭС – крупнейший проект сотрудничества между Россией и Китаем. Помимо большого числа китайских инженеров, тут проживало также много русских инженеров. Обычно в это время сюда часто приходили иностранные сотрудники, чтобы развеяться. Напротив, китайские инженеры редко посещали это место. Георгий стоял у стойки бара и выпивал, болтая с коллегами. Как думаешь, что делают китайцы? С тех пор как войска разместили в этом районе, отцепив участок, первоначально предназначенный для третьего блока атомной электростанции, казалось, что район в нескольких километрах от них исчез с карты. Третий этап проекта также приостановили. Все это привлекло внимание людей в округе. Что именно делали китайцы? Этот вопрос мучил всех зарубежных исследователей, и он стал очень популярной темой для разговоров. Однако китайские инженеры, работающие здесь, не хотели говорить об этом. Что касается рядовых сотрудников, то они тоже интересовались происходящим. Впрочем, скорее всего, они знали не больше русских. Максим сидел рядом с Георгием и неуверенно ответил. Я слышал, что это связано с термоядерным синтезом. Термоядерный синтез. Георгий сильно удивился. Он сделал еще один глоток своего острого коктейля. Шутишь? Это место для третьего блока, а они используют его для экспериментов по термоядерному синтезу. Максим вертел в руках стакан и был немного пьян. Думаю, да, я читал их газету недавно. Они могут быть более продвинутыми в технологии термоядерного синтеза, чем мы представляли. Может быть, это не займет много времени, прежде чем они начнут вырабатывать электроэнергию. Если проект демонстрационного реактора окажется успешным, то не будет никакого смысла строить третий блок. Когда это наступит, они могут забыть о реакторах второго поколения, поскольку даже реакторы третьего поколения не принесут пользы. Кроме того, к этому времени русские уже вернутся домой. Честно говоря, проработав здесь долгое время, Максиму нравилось тут. Внезапно мужчина азиатской внешности, сидевший рядом с ними, заговорил на беглом русском. Вы русские? Максим заинтересованно произнес. Я живу здесь уже столько лет и впервые вижу, чтобы китаец свободно говорил по-русски. Правда? Тогда нам было суждено встретиться. Мужчина улыбнулся и посмотрел на бармена. Три белых русских. Два. Для моих друзей. Мужчина посмотрел на Максима и улыбнулся, показав ряд белых зубов. Отныне мы, друзья, верно? Максим с подозрением посмотрел на него, чувствуя, что с этим человеком что-то не так, но не мог точно определить, что именно. Человек заметил, что русский подозревает его, поэтому он продолжил говорить. Не удивляйтесь так. Я, просто репортер. Хотел бы задать вам парочку вопросов. Все, что угодно, кроме коммерческих тайн, Георгий рыгнул и ухмыльнулся. Поскольку вы купили мне выпить, я могу поговорить немного. Я слышал, что где-то здесь разместилась армейская часть. Георгий потер подбородок. Они приехали сюда около двух недель назад. Мужчина заинтересовался. Вы знаете, что они делают? Георгий улыбнулся. Ха-ха, отличный вопрос. Мы все хотим знать, что они делают. Может сходите и спросите у них, а потом расскажете нам? Тогда поменяю тему. Мужчина, казалось, ожидал такого ответа, поэтому он не унывал и продолжил с улыбкой. И спрашивать, вы слышали здесь какие-нибудь звуки самолетов? Самолетов, при чем тут они? Георгий нахмурился. Лично я вроде ничего такого не слышал. Внезапно из толпы вышли двое мужчин в повседневной одежде и встали рядом с человеком, утверждающим, что он репортер. Тот почувствовал давление со стороны и приготовился встать, чтобы уйти, но увидел, что путь ему преградили, поэтому спокойно сел обратно на барный стул. Я, репортер из Дейли Мэйл. Вот мое удостоверение репортера. Мужчина достал из кармана удостоверение и протянул его мужчине. Однако мужчина в повседневной одежде даже не взглянул на удостоверение. Вместо этого он безэмоционально произнес. «Интервью здесь не допускаются, пожалуйста, пройдите с нами». Репортер тут же отказался. «Эй, вы не имеете права этого делать». Однако двое мужчин не стали с ним спорить. Они умело нашли и конфисковали его диктофон и камеру, спрятанные у него за воротником. Затем, ничего не объясняя, они увели его. Громкая музыка все еще играла, и алкоголь успокаивал людей. Как будто никто не заметил произошедшего, как будто ничего не происходило. Георгий и Максим посмотрели, как утаскивают человека, потом переглянулись и благоразумно прекратили разговор на прошлую тему, начав пить. Секретные ядерные испытания. Таинственный район 900. На столе Лучоу лежал последний номер Дейли Мэйл. Похоже, иностранные СМИ нарекли строительную площадку районом 900. Поскольку его закрыли в сентябре, и они не знали конкретной даты, поэтому они дописали 00. С тех пор, как начали строительство, этот маленький городок собрал большое количество репортеров. Некоторые из них, и правда, были репортерами, другие лишь маскировались и являлись сотрудниками зарубежных разведывательных служб. Лучоу иногда слышал от Ван Пына, что службы газбезопасности поймали здесь много шпионов. До сих пор казалось, что страна проделывает хорошую работу, чтобы держать все в секрете. Несмотря на то, что любопытные люди пытались исследовать это место, не было никаких инцидентов, которые повлияли бы на эксперимент. Однако подобная таинственность позволяла иностранным СМИ использовать свое воображение на максимум. Западные СМИ описывали демонстрационный реактор Star 2 как китайскую версию манхэттенского проекта. Честно говоря, Лучоу очень разочаровался. Он читал эти газеты, чтобы понять последние новости и разработки в области управляемого термоядерного синтеза. Однако в большой части новостных статей писалось о нем самом. Сидя за своим столом, Лучоу отложил газету в сторону и сказал. «Я собираюсь вернуться в Цзиньлин. Там меня ждет важное исследование». Ван Пын спросил. «Это срочно?» Лучоу немного подумал и ответил. «Чем скорее, тем лучше. Будет идеально, если мы сможем уехать уже сегодня». Ван Пын сразу уже стал серьезным. «Хорошо, я немедленно все устрою». Лучоу кивнул. «Хорошо, спасибо». Он вполне уверен в способностях Ван Пына. По крайней мере, в плане путешествий Ван Пын никогда его не подводил. После того, как Лучоу позволил Ван Пыну заняться организацией дороги, он продолжил делать свою работу. Примерно через час или около того, его телефон вдруг зазвонил. «Машина готова, можем выезжать. Вам нужно сначала вернуться домой и упаковать багаж. Если нужно, то я отвезу вас сначала туда. Уже». Лучоу немного удивился. «Не нужно, мне нечего брать с собой. Я уезжаю всего на несколько дней. Просто подожди меня у входа». Лучоу закончил звонок и убрал телефон обратно в карман, после чего взял копии недавно распечатанных файлов и положил их в сумку. Лучоу вышел на улицу с мыслью, что Ван Пын купил ему последний билет на поезд. Он не ожидал увидеть военный зеленый вертолет, стоящий прямо у входа на базу. Лопасти вертолета уже гудели. Лучоу посмотрел на вертолет, затем посмотрел на Ван Пына. Он стоял с сумкой в руке и широко открытым ртом. «Это самый быстрый способ». Ван Пын подошел к Лучоу и улыбнулся. «Точно, вам же не страшно лететь на нем?» Глава 550. «Разве вы не сказали, как можно скорее?» Хотя Лучоу летал множество раз на самолете, он впервые летел на вертолете. Лучоу отвел взгляд от далекой земли и подсознательно прикоснулся к своему крепкому ремню безопасности, чтобы обрести ощущение безопасности. Он посмотрел на людей в кабине. Всего пять человек. Помимо него Иван Пына, тут еще находились двое мужчин и одна женщина. Двое из них были пилотами. Что же касается женщины, сидевшей напротив Лучоу и Ван Пына, то она выглядела довольно молода. Лучоу не знал, чем она занимается, но предполагал, что, скорее всего, ее работа похожа на работу Ван Пына. Она даже больше походила на военного, чем Ван Пын. Будь то ее поза или ее темперамент. Однако это всего лишь интуиция Лучоу, а она часто давала сбои. Лучоу посмотрел на Ван Пына и тихо спросил. «Я только просил купить билет на поезд. Зачем вертолет? Разве вы не сказали как можно скорее? Ладно, настоящая причина в том, что мы недавно захватили нескольких иностранных шпионов в Хэчжоу. Хотя мы не уверены, что они нацелены на вас, но на всякий случай безопаснее лететь на вертолете», — Ван Пын улыбнулся. «Кстати, я еще не представил вам других». Лучоу посмотрел на молодую женщину, сидящую напротив него. Ван Пын хотел что-то сказать, но женщина заговорила первой. «Янь-Янь, ты тоже из газбезопасности?» Янь-Янь слегка нахмурилась, словно ей не понравилось это предположение. Она ответила с насмешкой в голосе. «Он здесь единственный из газбезопасности». Ван Пын кошлянул и пояснил. «Доктор Янь из Генерального штаба Народно-освободительной армии не такая же, как я. Хотя Лучоу не знал, что за Генеральный штаб, он знал, кто такой доктор. Доктор — военный врач, можно и так сказать, лаконично», — сказала Янь-Янь. Ван Пын посмотрел за спину доктора Янь на человека в кресле пилота. В кресле пилота сидит Ян Гуан-Биа или просто капитан Ян. Как и доктор Ян, он тоже из Народно-освободительной армии. По сравнению с Янь-Янь, человек по имени Ян Гуан-Би оказался намного старше. Лучоу предположил, что ему, скорее всего, за 30. Возможно, поскольку он сосредоточился на управлении вертолета или из-за своего характера, он был не особо разговорчив. Он молча кивнул Лучоу и снова сосредоточился на управлении вертолетом. Лучоу кивнул ему, не желая отвлекать. Ван Пын сказал, рядом с ним сидит капитан У, он, военный, и не имеет к нам никакого отношения. Он просто помогает в качестве второго пилота. Почему ты так говоришь? Капитан У улыбнулся. Вся безопасность строительной площадки обеспечивается военными. Что значит, я не имею никакого отношения к профессору Лу. По сравнению с хладнокровным доктором Яни-Тихим капитаном Яном, капитан У казался гораздо более разговорчивым. Лучоу кивнул ему, спасибо вам за ваш тяжкий труд. Капитан улыбнулся. Не нужно меня благодарить, мы просто патрулируем периметр. Настоящая тяжелая работа ведется научными исследователями. Ван Пын кошлянул и прервал разговор. Он обратился к Лучоу. Разве я не говорил об этом раньше? Сейчас особенное время. Начальство хочет повысить уровень вашей безопасности. Поэтому этих двоих перевели из Генерального штаба Народно-освободительной армии, чтобы помочь. Лучоу со странным выражением показал себе под ноги и спросил. Вертолет тоже Ван Пын кошлянул. Вертолет, само собой, не ваш, мы позаимствовали его у военных. Мы должны вернуть его. Капитан улыбнулся. Не переживайте об этом, я полечу обратно, когда он вам будет не нужен. Профессор Лу, когда вам он понадобится, просто позвоните нам и мы все устроим для вас. Спасибо. Капитану сердечно улыбнулся. Не за что, я рад служить людям. Вертолет быстро летел, и пейзаж внизу просто мелькал. 300-километровое путешествие завершилось менее чем за два часа. Даже скоростной поезд не такой быстрый. В конце концов, он останавливался на полпути в провинции Анхай. Однако выйдя из вертолета, Лучоу понял, что не чувствует своих ног. Он поклялся, что это его последний полет на этой штуке. Если только не будет другого выхода. Янь-Янь заметила его дискомфорт, и спросила, вам нужно лекарство от укачивания? Нет, спасибо. Лучоу потянул свои отекшие руки и покачал головой. Мне пока не нужен врач. Янь-Янь серьезно сказала, не обижайтесь, ваше здоровье – часть моих обязанностей. Я скажу, если что. Лучоу глубоко вдохнул свежий воздух и почувствовал себя живым, потом перевел взгляд на Ван Пына. Пожалуйста, отвези меня домой. Ван Пын сразу же ответил, без проблем, машина готова. Они вылетели довольно поздно, а когда прилетели, уже смеркалось. Когда они подъехали к дому, на улице уже было темно. Наконец Лучоу подошел к своей входной двери. Глядя на виллу из машины, он вздохнул с облегчением. Наконец-то я дома. Его не было больше месяца, и он соскучился. Выйдя из машины, Лучоу достал ключи и открыл дверь. Он вдруг заметил, что доктор Янь следует за ним. После небольшого колебания, Лучоу посмотрел на нее и спросил, Что ты делаешь? Янь-Янь нахмурилась. Какие-то проблемы. Разве Ван Пын тоже не живет здесь? От этого так много проблем, что не знаю с чего начать. Кроме того, в каком плане Ван Пын тоже живет здесь? Кроме родителей и сестры, здесь еще никто никогда не ночевал. Поскольку Лучоу ничего не сказал, Янь-Янь подумала, что он согласился. Согласно требованиям начальства, отныне я буду отвечать за ваше здоровье. Это, вероятно, будет продолжаться до конца проекта демонстрационного реактора Стар-2. Спасибо вам за сотрудничество. Янь-Янь посмотрела на виллу. Дом довольно большой, так что должны быть пустые комнаты. Мне особо не важно, где жить, просто дайте комнату рядом с вашей спальней. Какого хрена? Жить в моем доме? Ни за что. Услышав это, Лучоу стал недовольным и серьезно сказал, «Госпожа Янь, пожалуйста, уважайте мои границы». Не объясняя причины, Лучоу отказался впустить Янь-Янь в свой дом. Лучоу сначала принял душ, а потом сварил себе чашку кофе. После этого он прошел в свой кабинет, открыл компьютер и включил домашний личный сервер. После того, как сервер запустился, спящий робот-пылесос проснулся и начал убирать пыль, скопившуюся на полу. Лучоу откинулся на спинку и расслабленно потягивал кофе, ожидая появления Сиая. Через несколько секунд ожидания в правом нижнем углу экрана появилось уведомление. Хозяин, вы вернулись. Счастье? Лучоу посмотрел на как всегда энергичного Сиая и улыбнулся. Сиай, позволь спросить тебя кое о чем. Хорошо, спрашивайте, милый Йоткега. Лучоу сделал глоток кофе и задумался на какое-то время, а затем спросил. Есть ли способ использовать без тебя схему управления плазмы? Сиай некоторое время молчал. Лучоу интересно, о чем он думает, когда появилось еще одно текстовое сообщение. Хозяин, вы собираетесь бросить меня? Лучоу чуть не выплюнул кофе на клавиатуру. О чем ты, черт возьми? Глава 551. На этот раз я не обманываю. Ты тоже не смогла? Ван Пэн сидел на водительском сиденье и курил. Увидев, что Янь-Янь выходит со двора виллы, Ван Пэн выпустил кольцо дыма и пошутил. Думал, профессор Лу будет более любезен по отношению к красивой девушке, поэтому не предупреждал тебя. Не ожидал, что он пошлет тебя. У него были довольно хорошие отношения с профессором Лу, но когда дело доходило до ночевки в доме профессора Лу, Лучоу никогда не соглашался. Если честно, это приносило ему некоторые трудности в работе. Однако, как говорил Лучоу, ему некомфортно, когда в его доме находится не члены его семьи. Особенно, когда он работал над проблемами, ему нравилось находиться одному. На самом деле, это правда. По наблюдениям Ван Пэна, здесь жили только родители Лу, Лучоу и его сестра, которая училась в Цзиньлинском университете. Янь-Янь проигнорировала шутку Ван Пэна, открыла заднюю дверцу машины, села и вздохнула. Ты, всего лишь его водитель? Да, а что? Ван Пэн потушил сигарету и закурил еще одну. Ты думаешь, я стираю его одежду и покупаю ему продукты? Было неправильно позволять тебе заниматься охраной? Янь-Янь покачала головой и посмотрела на Ван Пэна, а потом серьезно спросила, что важнее, личная жизнь или безопасность? Профессор Лу не знает, но ты-то должен знать. Ван Пэн улыбнулся и стряхнул пепел с сигареты. Он уже собирался ответить, как вдруг Ян Гуан Бя, молча сидевший рядом, заговорил. Ладно тебе, Ван Пэну тоже нелегко приходится. Наконец, кто-то согласился с Ван Пэном, и тот взволнованно произнес, да, я всего лишь телохранитель, я служу богам. Как бы я их ни умолял, они не хотят сотрудничать со мной. С профессором Лу все серьезнее. Не только внутри, что, если иностранцы тоже переживают о нем, что тогда? Ван Пэн открыл бардачок и указал внутрь. Камера видеонаблюдения внутри. Готова установить ее в его доме без его согласия? Если да, то давай прекратим это дерьмо и сделай это. Если что-то случится, это будет твоя вина. Ян Ян посмотрела на камеру в бардачке, но не потянулась за ней. В конце концов, это не ее работа. Не похоже, чтобы она могла работать с таким профессиональным оборудованием. Я все еще чувствую, что что-то не так. Если сюда проникнет иностранная разведка, Ван Пэн немного разозлился. Тогда иди и поговори с профессором Лу, не приставай ко мне. Ян Ян нахмурилась. Она хотела что-то сказать, но ее остановил Ян Гуан Беа. Не переживай слишком сильно. Здесь безопасно. Если я правильно понимаю, здесь охраняют люди из одной части? Ван Пэн стряхнул пепел и улыбнулся. Наконец-то кто-то понял, что происходит. Но Ян Ян не поняла. Ян Гуан Беа кивком указал на дорогу. Патрулируют военные. Другие уже все это продумали. Поскольку профессору Лу не нравилось иметь охрану у себя, они организовали охрану снаружи его дома. В конце концов, это всего лишь небольшой район в пригороде. Нет так сложно организовать защиту. Даже при том, что частная охрана здесь хорошая, они не что по сравнению с военными, и были рады сотрудничать с военными. Ян Гуан Беа сказал. Доктор Ян, просто делайте свою работу, а господин Ван позаботится о безопасности. Ян Ян немного поколебалась и вздохнула. Понимаю. В то же время, внутри дома, Лу Чжоу случайно пролил кофе, поэтому он вытирал клавиатуру салфетками. К счастью, он не пролил слишком много. Ему очень нравилась эта клавиатура. Текстовое сообщение от Сиая мигало на экране. Пожалуйста, хозяин, не выгоняйте меня из моего дома. Салфетки окрасились в коричневый цвет, и Лу Чжоу выбросил их в мусорное ведро, после чего сосредоточился на экране. Он глубоко вздохнул и попытался сказать, как можно успокаивающе. Не волнуйся, я не собираюсь тебя прогонять. Правда? Разве я когда-нибудь обманывал тебя? 341 день 5 часов 21 минуту и 4 секунды назад. Вы сказали, что я перееду в новый дом, но солгали. Серьезно? Это и правда было? Лу Чжоу недоумевал. Подумав немного, он наконец вспомнил. Это случилось в прошлом году, когда он еще переезжал сюда. Но это всего лишь шутка, почему ты все еще обижаешься? Ты все это время обижался? Лу Чжоу кашлянул и попытался скрыть неловкость. Тогда ты был еще на первом уровне и недостаточно умен. Тогда я имел в виду физический дом, а не серверный. Ты меня неправильно понял. Ты не можешь винить меня за это. И знаешь ли, разве я не удовлетворил в итоге твои требования? Грусть Йот ПГ, грусть Йот ПГ, грусть Йот ПГ. Лу Чжоу продолжил. Подумай об этом. Даже если этот суперкомпьютер твой, он, в основном, используется для экспериментов со стеллораторами. В лучшем случае, ты просто арендуешь его. Если отделишь алгоритм схемы управления плазмой от основной программы, то будешь освобожден от управления плазмой. Я даже дам тебе новый суперкомпьютер или дам тебе этот. Как оно? Даже если Сиай думает, что хозяин говорит очень разумно, он чувствует, что что-то не так. Скажи мне, ты можешь это сделать или нет? Я, я могу. Увидев грустный смайлик на конце сообщения, Лу Чжоу мягко сказал. Не волнуйся, на этот раз я точно не обманываю тебя. Хорошо. Наконец, Лу Чжоу удалось убедить Сиайя. На самом деле все оказалось не так сложно, как он себе представлял. Несмотря на то, что он назывался искусственным интеллектом, он гораздо более примитивен, чем люди. По крайней мере, со стороны алгоритма, Сиайя не мог предать его. Независимо от того, как сильно Сиайя сопротивлялся, Лу Чжоу должен был ответить только на некоторые вопросы. Ему даже не пришлось объяснять, почему. Если он приказывал Сиайю что-то сделать, у Сиая не было другого выбора, кроме как следовать командам. Однако, возможно, из-за того, что он становился слишком похожим на человека, Лу Чжоу не любил обращаться с ним грубо. Он не уверен, симуляция ли, его эмоции. Он даже не уверен, было ли его разумное поведение нисходящим или восходящим. Если это первое, то ему не о чем беспокоиться. В статье «Родни Брукса слоны не играют в шахматы» он указал, что подобный тип искусственного интеллекта никогда не превзойдет рамки, разработанные людьми. Но если это последнее, он надеялся, что, обучая этот наивный искусственный интеллект, сможет также научить его концепции человечества. Что касается того, был ли в этом какой-то смысл или нет, Лу Чжоу не уверен. В конце концов, он не эксперт в области искусственного интеллекта. На данный момент у него нет сил, чтобы углубляться в эту область. Однако интуиция подсказывала ему, что он прав. Глава 552. Последняя трудность. Понятно. Лу Чжоу быстро просмотрел код на экране и понимающий кивнул. Полагаясь на его способности к программированию, ему может немного трудно полностью понять алгоритм. Однако он мог понять основную логику схемы управления плазмой только из нескольких ключевых строк кода, так что это не стало слишком большой проблемой. В общем, этот алгоритм – продукт машинного обучения. Этот продвинутый алгоритм ссылался на программу, написанную факультетом вычислительных технологий Зиньлинского университета и предыдущую математическую модель Лу Чжоу. Проведя множество экспериментов по моделированию траектории плазмы и внесению корректив в феноменологическую модель, наконец он установил ряд параметров, чтобы сделать алгоритм максимально совершенным. Когда дело доходило до практического применения, эта феноменологическая модель достигала своего предела и была так же хороша, как и чистая теория. По крайней мере, с точки зрения эффективности, это походило на эмпирические формулы механики жидкости и газов, хотя их невозможно объяснить существующими теориями, это не мешало людям использовать их для проектирования самолетов. Сбор подобных данных и корректировка исходной схемы управления может занять годы или даже десятилетия, если это делается вручную. Однако Сиа использовал суперкомпьютер, и он мог изменять схему управления в режиме реального времени, поэтому ему потребовалось всего несколько экспериментов со стеллоратором. В некотором смысле алгоритм схемы управления плазмой, извлеченный из основного кода Сиа, можно интерпретировать как алгоритм, разработанный искусственным интеллектом на основе машинного обучения. Однако такой искусственный интеллект, однозначно, глупее Сиа. Значит ли это, что это ребенок Сиа? Эта мысль промелькнула в голове Лучжоу, однако он быстро отбросил эту идею и закрыл компьютер. Если это было так, то Лучжоу больше не смог бы смотреть на Сиа так же, как раньше. Проблема схемы управления плазмой решилась. После того, как построить суперкомпьютер для реактора, алгоритм можно будет перенести. На следующее утро Лучжоу проснулся рано. Он позвонил Ван Пыну и попросил его принести пельмени. После того, как Лучжоу выпил немного соевого молока и поел, он отправился в Институт Стар. Помимо схемы управления плазмой, Лучжоу вернулся, чтобы закончить систему восстановления нейтронов. Хотя пока Лучжоу находился в Хэчжоу, Институт Стар не прекращал работу, их прогресс не сильно увеличился. Они пока не смогли добиться каких-либо результатов. Подобный научно-исследовательский проект подобен автомобилю. Все компоненты должны работать как единое целое. Теперь, когда проблема материалов в первой стенке решилась, другие институты работали над ловушкой для нейтронов и нагревательных компонентов. Но хотя они несут ответственность за основную часть, они существенно не сдвинулись. Хотя никто не торопил их, ученые все еще находились под большим давлением. Теперь, когда Лучжоу вернулся из Хэчжоу, все в институте почувствовали облегчение. Шэн Синьфу, который выглядел так, словно не спал несколько недель, посмотрел на Лучжоу и широко улыбнулся. Вы, наконец, вернулись, а то мы уже собирались искать вас. Спасибо, что все это время упорно работали. Все в порядке. Шэн Синьфу почесал свои растрепанные волосы и со вздохом сказал. Есть только несколько основных проблем, которые не решили и заставляют нас ломать голову. С тех пор, как он пришел в этот исследовательский институт, он стал ощущать, как начать лысить. Лучжоу немного застыдился от его слов. Он лично вначале предложил этот путь, а сам занялся другими исследованиями. Однако у него не было выбора. В конце концов, он не думал, что это будет так проблематично. Первоначально он не думал, что при поддержке китайской национальной ядерной корпорации и при наличии подробного плана это станет такой проблемой. Поэтому Лучжоу сосредоточил свое внимание на новом материале. Неожиданно он все же недооценил сложность этого проекта. Вызовив всех в институте на собрание, Лучжоу кивнул. Сначала я должен вникнуть в суть дела. Хорошо, сейчас организую. Шэн Синьфу кивнул и быстро прошел в свой кабинет. Лучжоу вернулся к себе в кабинет и еще раз просмотрел схему системы восстановления нейтронов. Потом встал и пошел в конференц-зал. Ему не пришлось долго ждать, пока прибудут все остальные сотрудники. Когда все исследователи и инженеры собрались, Лучжоу сделал короткое вступление и послушал о прогрессе различных отделов. По словам руководителей отделов, текущие исследования все еще сконцентрировались на той идее, что была у него до отправления в Хэчжоу. А именно, использование материала первой стенки для пропускания и замедления нейтронов. После этого устройство циркуляции жидкого лития поглотит нейтроны и высвободит тритий. Отражающий слой бериллия снаружи будет отражать непрореагировавшие нейтроны. Восстановленный тритий в форме газа будет извлекаться в верхней части устройства, а затем повторно вводиться обратно в реакционную камеру для дальнейшей реакции. Профессор Личинца, приехавший из университета Юйхуа, заговорил. Собрать тритий очень просто. Мы просто должны поместить наполнитель в реактор. Теоретически можно отделить тритий с помощью дивертора внутри реактора, или мы также можем добавить разделительное устройство перед входным портом. Но самое проблемное – толщина слоя жидкого лития. Мы провели несколько экспериментов, но результаты оказались не очень хорошими. Толщина слоя жидкого лития – решающая проблема. Слой не мог быть ни слишком толстым, ни слишком тонким. Слишком толстый слой приведет к задержке большого количества трития в жидком лителе, что снизит эффективность извлечения, а также значительно увеличит инженерные трудности, и может повлиять на безопасность реактора. Он также не мог быть слишком тонким, поскольку это непосредственно повлияло бы на скорость распространения трития. Период полураспада свободных нейтронов составлял всего около 10-6 минут. Следовательно, в дополнение к распаду других элементов они должны были думать о распаде самих нейтронов. В идеале – восстанавливать нейтроны до того, как они вторично отразятся от бериллия. Однако сделать это совсем непросто. Экспериментальные данные есть? Вот. Шэн Синьфу кивнул и тут же протянул Лу Чжоу документы. Лу Чжоу взял бумаги и начал внимательно изучать данные. Время шло медленно. Единственным звуком в конференц-зале было тиканье часов на стене. Лу Чжоу ничего не говорил, и исследователи, сидевшие за столом, терпеливо ждали. Лу Чжоу, наконец, закончил читать. Все думали, что он выдаст какую-нибудь идею, но его действия превзошли все ожидания. Путь исследования – правильный. Эти данные очень важны, но некоторые методы отсутствуют, поэтому вы не достигли ожидаемых результатов. Вы все хорошо поработали за последний месяц, полагаю, что в последнее время никто не отдыхал. Закончим на этом. Идите домой и возьмите два дня выходных. Встретимся послезавтра. Лу Чжоу посмотрел на удивленные лица всех присутствующих и осторожно постучал пальцем по данным. Я возьму их, чтобы подумать. Я скажу вам результаты через три дня. Глава 553. Чем быстрее, тем лучше. Собрание закончилось быстро. После окончания собрания группа исследователей покинула конференц-зал. Остался только профессор Лу. Личин сошел рядом с Шэн Синьфу, и после небольшого колебания с растерянностью в голосе сказал. О чем думает профессор Лу? Шэн Синьфу переспросил. О чем ты? Личин савздохнул. Мы не знаем, когда появятся результаты. Мы все еще исследуем, может ли демонстрационный реактор плавно перейти на следующий этап. Сейчас не самое подходящее время для отдыха. К тому же он заявил, что результаты будут через три дня. Хотя он знал, что профессор Лу, опытный специалист, это не физическая или математическая проблема. В любом случае, это звучало нелепо. Шэн Синьфу немного подумал и сказал. Может у него уже есть решение? Есть решение? Личин ся замолчал и нахмурился, а потом спросил. Но почему он не упомянул об этом во время собрания? Неужели решил сохранить интригу? Не знаю, но я доверяю математической интуиции профессора Лу. В мире не так много математиков, которые были бы талантливее его. Не думаю, что он решил создавать интригу. Шэн Синьфу выдавил из себя улыбку. Может быть, дело в том, что даже если бы он объяснил нам, мы бы ничего не поняли. В действительности Шэн Синьфу довольно точно предположил. К Лу Чжоу пришло вдохновение, и он хотел выразить свои мысли. Однако, когда собирался выразить вдохновение на языке математики, он отбросил эту мысль. Его опыт подсказывал ему, что даже профессионалы математики не могут легко понять его расчеты. Заставлять разбираться исследователей, не математиков, в его расчетах еще труднее. Они много работали. Вместо того, чтобы добавлять им ненужной работы, ему лучше самому решить эту проблему и дать им указания, что делать дальше. Лу Чжоу покинул научно-исследовательский институт и отправился домой. Он даже не пообедал, а направился прямо в кабинет. Разложил экспериментальные данные на столе, взял ручку и бумагу. Он сосредоточился на данных и начал их изучать. Возможно, другие люди не смогли бы извлечь из этих данных никакой ценности, но он другой. Как он и ожидал, их идея решения проблемы была верной. Им просто не хватало метода, чтобы они смогли извлечь полную ценность этих данных. Может быть, через несколько месяцев или даже лет, они, наконец, смогли бы совершить прорыв. Как и в других выдающихся исследованиях, накопление множества экспериментов помогает окончательному прорыву. А то, что Лу Чжоу собирался сделать сейчас, просто ускорить наступление этого дня. Время шло медленно, и рядом с ним росла стопка черновиков. С помощью Сиая Лу Чжоу рассчитал остальные параметры. Он облегченно вздохнул и откинулся на спинку. Лу Чжоу посмотрел на непроглядную ночь за окном и ухмыльнулся. Теперь ему осталось лишь передать эти расчеты инженерам Института Стар и позволить им завершить окончательный проект. Думал, что мне понадобится три дня, не рассчитывал закончить все за день. Лу Чжоу вышел из состояния повышенной концентрации и почувствовал голод. Он сегодня ел лишь пельмени. Осознав это, Лу Чжоу собирался взять себе что-нибудь поесть на кухне. Однако краем глаза увидел план системы восстановления нейтронов, лежащей на его столе. В его сознании вспыхнула лампочка, и он тихо прошептал. Система, сколько баллов нужно на схему системы восстановления нейтронов? Он немного подождал, но ответа не поступило. Лу Чжоу понял, что использует неправильный метод, поэтому покачал головой и сосредоточил свое внимание на плане. Вскоре в поле его зрения появилось полупрозрачное окно. Уровень математики 7, уровень инженерного дела 4, уровень энергетики 3. Пользователь соответствует минимальным требованиям. Требуемые баллы. 50 000 Лу Чжоу увидел 4 0 за пятеркой и ощутил отчаяние. У него всего около 5000 баллов. Это всего лишь подпроект проекта термоядерного синтеза. Действительно ли он стоит 50 000 баллов? А во сколько бы обошелся весь проект? Конечно, хоть система и позволяла ему подсмотреть в ответ и воспользоваться этим не так просто. Первоначально он хотел сэкономить время, используя баллы. Лу Чжоу покачал головой и уже собирался отказаться от этой мысли, как внезапно в его голове возникла идея, и он быстро открыл план и сложил его вместе с данными, которые только рассчитал. Исходя из его прошлого опыта, оптимальное решение системы основывалось на его проектах, планах и уровне. Если предположения Лу Чжоу верные, то стоимость коррелировалась с тем, сколько времени потребуется ему самому, чтобы решить проблему. Лу Чжоу понятия не имел, сколько времени ему потребуется, чтобы заработать 50 000 баллов. Это может занять 5 или даже 10 лет. Но ясно одно. В данный момент ему не нужно оптимальное решение, ему не нужна полная схема системы восстановления нейтронов. Большая часть выполнена, и параметры, которые создали проблемы в институте, он уже рассчитал. Все, что ему сейчас нужно, внедрить результаты исследований в чертежи. Первоначально это должны сделать профессиональные инженеры, но это займет больше времени. Лу Чжоу перестроил свои мысли и сосредоточился на одной из страниц. Он снова обратился к системе. Вскоре система дала переоценку. Как и ожидалось, требования в баллах на этот раз были гораздо более разумными. Конечно, даже так, число не маленькое. Требуемые баллы. 4 000 Лу Чжоу посмотрел на цену и вздохнул. Это все еще дорого. 4 000 баллов – это лучший дизайн, исходя из предоставленных им параметров. Если бы это передать инженерам китайской национальной ядерной корпорации, они не смогли бы спроектировать это так же хорошо, как система. Как бы то ни было, это должно сработать. По крайней мере, какое-то время ему не придется беспокоиться о модернизации системы восстановления нейтронов. Не говоря уже о том, что если предположения Лу Чжоу верные, то чем скорее он закончит это задание, тем более ценным будет конечный продукт, и тем больше наград он получит. Хотя это болезненно, это могло сэкономить ему, по крайней мере, год. Лу Чжоу глубоко вздохнул и провел пальцем по полупрозрачному окну. Подтверждаю покупку. Баллы 5 475 1 475 Снаружи виллы Янь-Янь посмотрела на свой телефон, а потом с тревогой перевела взгляд на дом. Он не выходил уже три дня. Ван Пэн стряхнул пепел с сигареты и небрежно сказал, «Такое происходит постоянно, привыкай». Поначалу, если он не мог связаться с Лу Чжоу какое-то время, он тоже переживал, но позже понял, что все его страхи излишни. Янь-Янь не могла не спросить, «Не боишься, что с ним что-то случится дома?» Ван Пэн улыбнулся и сказал, «Я год его вожу. За последний год он ни разу не был в больнице. Его здоровье лучше, чем ты думаешь, что может случиться». Внезапно дверь дома открылась. Когда Ван Пэн увидел Лу Чжоу, появившегося в дверях, он чуть не выронил сигарету. Что за черт? Когда Лу Чжоу в последний раз спал, Янь-Янь увидела глубокие мешки под глазами Лу Чжоу и сразу же забеспокоилась. Она подошла к нему и серьезно сказала, «Вам нужно отдохнуть прямо сейчас, пожалуйста». «Нет, спасибо». Хотя Лу Чжоу знал, что у нее добрые намерения, у него есть более важные дела. Он может просто поспать в дороге. Не говоря уже о том, что он не спал всего 48 часов, его окрепшее тело способно справиться с этим. Лу Чжоу посмотрел прямо на Ван Пэна. «Мне нужно на строительную площадку реактора. Мне все равно, на чем добираться, чем быстрее, тем лучше». Глава 554. В полной готовности. Вертолет плавно приземлился рядом со строительной площадкой демонстрационного реактора Стар-2. Хотя Лу Чжоу не понадобился такой транспорт, он вынужден был признать, что он самый быстрый. Покинув вертолет, Лу Чжоу, не останавливаясь, тут же направился к строительной площадке с ноутбуком в руках. Он направился прямо в главное здание и нашел кабинет академика Ван Цзэнгуэна. Лу Чжоу постучал в дверь и вошел. Увидев Лу Чжоу, академик перестал писать и улыбнулся. О, уже вернулись? Академик Лит Зяньган просил меня передать, что их нагревательная антенна готова и соответствует всем вашим требованиям. У нас тоже все хорошо, возможно, мы даже сможем закончить до конца года. Самая важная часть, это система восстановления нейтронов. Академик Ван подшучивал и вовсе не торопил Лу Чжоу. Потому что он ясно понимал, что дорога такая гладкая, только благодаря Лу Чжоу, который проложил им путь. Не будет преувеличением сказать, что от модели турбулентности плазмы до материала первой стенки, все эти результаты исследований сэкономили, по меньшей мере, 20 лет для них. Поэтому несмотря на то, что важнейшая система восстановления нейтронов из жидкого лития еще не имела никакого прогресса, это вполне нормально. В конце концов, энергия человека ограничена. Однако ответ Лу Чжоу превзошел все его ожидания. Он увидел, как Лу Чжоу достал из сумки стопку материалов. Это я должен спрашивать вас об этом. Проект готов. Его строительство зависит от вас. Уже Академик Ван в шоке вскочил. Он быстро обошел стол и взял стопку чертежей из рук Лу Чжоу. Он начал внимательно их смотреть. Время шло. Выражение лица Академика Вана становилось все более серьезным. Заметив изменения в лице Академика Вана, Лу Чжоу зевнул и спросил. Есть какие-нибудь проблемы? Академик Ван покачал головой и ответил. Нет. Скорее. Это настолько идеально, что он даже не мог дать никакого конструктивного совета по улучшению. Кроме того, инженерная сложность конструкции в пределах приемлемой сложности. Академик Ван закрыл чертежи и посмотрел на Лу Чжоу. Он не мог не сказать. Вы просто гений. Лу Чжоу смущенно улыбнулся. Это не только моя работа, но и людей из института Стар. Конечно, существовала система. Но эти проблемы можно было решить и без использования баллов. Однако на это просто ушло бы намного больше времени, и результат вышел бы не таким идеальным. Академик Ван, похоже, не купился на смущение Лу Чжоу. Он махнул рукой и сказал. Да, да, это тяжелая работа каждого, я верю тебе. О чем вы говорите? В середине ноября немного похолодало, красные кирпичи запретного города покрыли синим. В санатории, неподалеку от запретного города, под Большой Ивой сидели двое мужчин и смотрели на шахматную доску. В этот редкий солнечный день два старика сидели друг напротив друга и играли в шахматы. На шахматной доске шла напряженная битва. Внезапно ситуация на доске изменилась. Шах и мат. Конь красных убил слона черных, загнав короля черных в мертвый угол. Несомненно, тут только один исход. Старик уставился на шахматную доску и задумчиво произнес. Не следовало ходить пешкой, если бы пошел слоном. Когда другой старик увидел, что тот протягивает руку, чтобы передвинуть шахматные фигуры, он немедленно остановил его. Эй, что ты делаешь, мне все равно, если другие тайком жульничают, но ты то. Рука старика коснулась края шахматной доски. Он помолчал секунду и улыбнулся. Главный конструктор, вы правы, я проиграл. Напротив него сидел академик Жэнь Чин Мин, бывший главный конструктор китайского проекта исследования Луны. Ты занят в эти дни? Можно сказать, что да, а можно сказать, что нет. Ты выглядишь довольно расслабленно, у тебя даже нашлось время поиграть со мной в шахматы. Старик покачал головой. Международная ситуация не очень хорошая, я просто пытаюсь передохнуть. Я слышал, что Цзинь Лин занимается управляемым термоядерным синтезом. Старик кивнул, да, хотя многие старые эксперты не считали этот проект достижимым. Они чувствовали, что стоит попробовать. Может быть, эта технология может стать ключом к будущему. Управляемый термоядерный синтез Жэнь Чин Мин стал взволнованным. Я говорил с Цзагунь об этом. Тогда мы все думали, что либо США, либо Россия смогут создать эту технологию в течение 20 лет, а мы сможем наверстать отставание. Но с тех пор прошло почти 40 лет, и я до сих пор понятия не имею, когда это произойдет. В 1990-х годах все исследовали термоядерный синтез с инерционным удержанием, и утверждали, что могут достичь зажигания в течение 10 лет и могут коммерциализироваться в течение 20 лет. Китай наблюдал за рассветом этой области и, очевидно, не хотел отставать. В 1993 году запустили проект термоядерного синтеза с инерционным удержанием, который входил в правительственный план 863. Китай последовал международным тенденциям и занялся инерционным термоядерным синтезом. Однако проект прошел не так гладко, как планировалось. Американское инерционное термоядерное устройство не смогло достичь зажигания, что снизило популярность инерционного устройства. После чего непопулярный Токамак стал популярным, а некогда популярный инерционный термоядерный синтез исчез из упоминаний. Если бы не военное применение лазерного зажигания, инвестиции в инерционный термоядерный синтез можно было бы считать полной потерей. Происходящее сейчас на Стар-2 напоминало цикл прошлого. Несмотря на то, что Женчин Мин не занимался ядерной энергетикой, он лично был свидетелем всего этого. Честно говоря, он был скорее обеспокоен, чем оптимистичен. Конечно, в глубине души он все еще надеялся, что этот проект будет успешно завершен. Главный конструктор Лучжоу, ты его знаешь больше, чем просто знаю, старый академик улыбнулся. Несколько лет назад этот парень еще учился в Цзиньлинском университете. Уже тогда я знал его. Думаю, проходила экспертная оценка на конкурсе математического моделирования. Я сидел за столом судей и спросил его, что он думает о проекте высадки на Луну. Этот парень был интересным. Он отличался от других. Он спросил меня о Великой Китайской стене. Мы начали говорить об истории и будущем. Это был отличный разговор. Тогда я сразу понял, что он талантливый. Я чувствовал, что для него будет пустой тратой времени застрять в математике, поэтому я лично отверг Цзиньлинский университет и попытался убедить его поступить в Янцзинский университет. Я спросил, не хочет ли он заниматься со мной ракетостроением, угадай, что он ответил. Старик улыбнулся. Что? Жень Чин Мин хлопнул себя по бедру и улыбнулся. Он сказал мне, профессор Жень, я пока не хочу в космос. Ха-ха-ха. Два старика начали громко смеяться. Вспоминая прошлое, академик Жень не мог не взгрустнуть. Тогда он мог путешествовать по всей стране. А сейчас, даже если бы он хотел, его старое тело не позволит подобного. Жень Чин Мин перестал смеяться и взволнованно заговорил. Знаешь, что произошло потом? Этот парень – загадка. Хотя и не строил ракет, но он словно летал. Жень Чин Мин помолчал немного, а потом продолжил. Если он не добьется успеха, не расстраивайся. В конце концов, научные исследования – не строительство дорог. Вход и выход – не обязательно пропорциональны. На самом деле я более оптимистично смотрю на его будущее. По сравнению с нами, стариками, которые вот-вот уйдут, его исследовательская карьера только началась. Старик улыбнулся. Я знаю, не беспокойся об этом. Жень Чин Мин почувствовал облегчение и кивнул. Несмотря на то, что Лу Чжоу вполне мог добиться успеха, он все равно должен был сказать президенту об этом. Потому что, если он ничего не скажет, никто другой не посмеет этого сказать. Тут подошел охранник и доложил старику. Снаружи директор Лу. Старик кивнул и сказал – пусть войдет. Понял. Охранник отдал честь и развернулся. Вскоре к ним взволнованно подошел директор Лу, а за ним последовал охранник. Старик заметил письмо, которое держал в руке директор, и с улыбкой спросил – что вас так взволновало? Директор Лу энергично ответил – есть хорошие новости из Хачжоу. Проект реактора находится на завершающей стадии. У меня – письмо от профессора Лу. Академик Жень с удивлением посмотрел на него. Шахматная фигура в руке старика упала на доску, и он тут же встал. Что он написал в письме? Директор Лу глубоко вздохнул и с энтузиазмом сказал – начался обратный отсчет. Ожидается, что зажигание произойдет в конце года. Они требуют одобрения от коммунистической партии Китая. Старик сердечно улыбнулся. Хорошо, хорошо. Он изменился в лице и отдал приказ. Одобряю зажигание. Глава 555. Все готовы. Строительная площадка демонстрационного реактора Стар-2. На площадке кипела работа. Прошло больше месяца с момента, как Пекин одобрил термоядерное зажигание. Осень прошла, и наступила зима. Сейчас наступил сезон поедания пельменей. Хотя погода становилась все холоднее, она не могла погасить пламя в сердцах рабочих. Они преодолели бесчисленные трудности и преграды, чтобы добраться до этого момента. Скоро они узнают, стоило ли все это того. Проверка соединительного порта завершена. Связь нормальная. Внимание всем блокам. Начинайте стыковку. Нагревательную антенну длиной около 10 метров и шириной около 4 метров подняли на стальных тросах с помощью крана. Он медленно двигался к огромному реактору. В то же время рядом стояли инженеры Китайской национальной ядерной корпорации. Они работали на другом специальном оборудовании и выполняли монтажные работы. Академик Ван Цзэнгуан, главный инженер Китайской национальной ядерной корпорации, отвечал за все происходящее. На нем была защитная каска, а на старом морщинистом лице сияла гордая улыбка. Раньше я думал, что, когда Китайская национальная ядерная корпорация разработает технологию ядерного деления четвертого поколения, мне пора будет уйти на пенсию. Рядом с академиком Ваном стоял академик Лит Цзэнган из лаборатории строительных материалов института Фуин. А теперь академик Ван уставился на металлическое чудовище и ухмыльнулся. Похоже, мне придется подождать еще пару лет. Если мы достигнем термоядерного зажигания, кто-то должен будет передать его дальше. Пока технология термоядерного синтеза не встанет на правильный путь, академик Ван должен продолжить работать. Внезапно к этим двум старикам подошел инженер средних лет в защитной каске. Антенна установлена. Академик Лит серьезно спросил. Вы проверили герметичность? Инженер кивнул и со всей серьезностью ответил. Трижды. Никаких проблем. Академик Лит удовлетворенно кивнул, посмотрел на своего старого друга и пошутил. Лаборатория строительных материалов института Фуин успешно выполнила свою задачу. Теперь все зависит от вас. Старинован, не упусти мяч в этот решающий момент. Если ваш генератор электроэнергии не будет производить электричество, то это будет позор. Академик Ван улыбнулся и ответил. Ах ты, старый хрен, гляжу, переживаешь за меня? Будь уверен, если мы в конечном итоге упустим мяч, меня зовут Ниван Цзэнгуан. Он посмотрел на инженера рядом и приказал. Начинайте установку генератора. Понял. Инженер кивнул и тут же побежал к строительной площадке. Два истребителя с оглушительным ревом пронеслись мимо. В последнее время этот звук часто можно услышать здесь. Лучжоу стоял в своем кабинете с окнами во всю стену. Он перевел взгляд от моря неподалеку и посмотрел на часы. Через 30 минут ему предстояло провести еще одно собрание. Его исследовательская работа на какое-то время подошла к концу, но он не сидел, сложа руки. Лучше сказать, что этот месяц строительства реактора – самый изнурительный в его жизни. Более 100 научно-исследовательских институтов участвовали в исследовательских проектах STAR-2. Десятки институтов прямо или косвенно участвовали в строительстве компонентов реактора, а также инфраструктуры строительной площадки. Для того, чтобы координировать работу этих различных отделов, проводилось множество совещаний. Лучше приходилось проводить более трех совещаний в день и, по меньшей мере, просматривать 10 отчетов. Для человека, который любил сидеть в лаборатории и изучать проблемы, это мучительно. Но, к счастью, эти дни подходили к концу. Все компоненты демонстрационного реактора закончены. Если все пойдет хорошо, то на предстоящем собрании главный инженер Китайской национальной ядерной корпорации Академик Ван доложит ему об установке нагревательной антенны и генератора. Это последняя часть головоломки. После того, как эти два компонента установят, и окончательная проверка будет завершена, эксперимент по зажиганию термоядерного синтеза можно начинать. Лучше не мог не ухмыльнуться, когда подумал об этом. Этот день, наконец, настал. Он услышал стук в дверь. Лучше отвернулся от окна и посмотрел на дверь. Войдите. Дверь распахнулась, и вошла янь-янь. На ней было темно-синее пальто, а в руках она держала коробку с завтраком. Ты опять ничего не ел, да? Лучше улыбнулся. У меня нет аппетита в течение дня. Я привык только завтракать и ужинать. Янь-янь вздохнула и положила коробку с завтраком на кофейный столик. Я знаю, что ты занят, но все равно нужно есть три раза в день. Я принесла тебе пельмени из столовой. Еду принесли прямо Лучше, поэтому он не стал упрямиться. Он поблагодарил янь-янь и сел на диван, после чего открыл коробку с едой. Восхитительный аромат донесся до Лучше, и кристально чистые пельмени захватили его. Выпив немного супа и почувствовав, как его желудок согревается, в его глазах появился блеск. О, очень вкусно. Он не удержался и взял палочки. Неужели еда в армии всегда такая вкусная? Янь-янь села на диван напротив него и сказала, смотря, что за часть. Да, Лучше не стал продолжать разговор. Вместо этого он сосредоточился на том, чтобы насладиться вкусным обедом. Правильное питание однозначно полезно для здоровья, и ему не нужно, чтобы кто-то напоминал ему об этом, поскольку он прекрасно это знал. Но, несмотря на это, он терял аппетит всякий раз, когда работал. Как только понимал, что проголодался, обед уже проходил, поэтому он просто ждал ужина. Лучше наслаждался пельменями, когда вдруг что-то вспомнил. Кстати, сегодня ведь день зимнего солнцестояния. Янь-янь сидела на диване напротив него, она задумалась, а потом кивнула. Да, неудивительно, что мы едим пельмени. Лучше улыбнулся. Если бы не эти пельмени, он бы не понял, что сегодня особенный день. Уже зимнее солнцестояние. Время действительно летит. Из коридора послышались шаги, и вскоре в дверях показалось знакомое лицо. Поскольку дверь уже открыта, я войду. Я ведь не мешаю профессору лу есть? Совсем нет. Лучше улыбнулся и положил палочки для еды. Я уже закончил. Он посмотрел на Янь-янь. Спасибо за обед. Янь-янь покачала головой. Не стоит беспокоиться. Она встала с дивана и убрала коробку с завтраком с кофейного столика, после чего вышла из кабинета и закрыла дверь. Командир Дай сел напротив Лучжоу, потом откашлялся и спросил. Сейчас почти конец декабря. Есть ли точная дата зажигания? Лучжоу немного подумал и ответил. Точная дата еще не определена. Мы обсудим этот вопрос на следующем собрании. Но однозначно мы не будем откладывать до следующего года. Хорошо, я вернусь сюда вечером, командир кивнул. Но, если вы определите дату зажигания, постарайтесь сообщить нам об этом за три дня. Это все для того, чтобы мы могли попросить городской совет сотрудничать с нами и решить вопросы безопасности и дорожного движения в этом районе. Нет проблем. Большое спасибо. Лучжоу кивнул и вдруг что-то вспомнил. Кстати говоря, через несколько дней будет Новый год. Да, командир Дай кивнул. А что такое? Отлично, тогда давайте выберем важный день для зажигания. Лучжоу улыбнулся и добавил. Мы дадим китайскому народу подарок на предстоящий Новый год. Глава 556. Зажигание. 31 декабря. Нью-Мексико. Национальные лаборатории Сандия. Несколько инженеров в защитной одежде стояли в полусферическом устройстве, готовясь к ремонту остывающего оборудования. Это устройство называлось «За-машиной». Конденсаторы, плотно установленные внутри устройства, могли высвободить электроэнергию до 1000 раз мощнее молнии. Просто нажав на переключатель, в цилиндр мгновенно ворвется ток в 20 миллионов ампер, сильно сжимая атомы водорода внутри. Это высвободит ужасающую термоядерную энергию. Хотя на них давил демонстрационный реактор за Тихим океаном, в термоядерной лаборатории в Соединенных Штатах был хороший день. Особенно после того, как они увидели недавние беспорядки на рынке фьючерсов энергетических ресурсов. Конгресс наконец-то начал обращать внимание на технологию управляемого термоядерного синтеза и начал щедро раздавать финансирование. Помимо Конгресса, несколько гигантских энергетических компаний также увеличили свои инвестиции в эту технологию. Однако национальные лаборатории «Сандия» – научно-исследовательский институт при Министерстве энергетики – финансировался по большей части федеральным правительством. В отличие от НИФ в Калифорнии, Z-машина не считалась инерциальным термоядерным устройством. Ток высокой мощности и ядерное топливо создавали магнитную клетку. Эта клетка за микросекунды производила быстрое зажигание. Оно по сути объединяло инерциальный управляемый термоядерный синтез и магнетизм. Несмотря на то, что это устройство не так популярно, как НИФ, оно ранее установило мировой рекорд по самой высокой зарегистрированной температуре в 3-5 миллиарда градусов. Даже исследователи, которые проектировали машину, удивились и были потрясены такой температурой. Но, если честно, нет никакого смысла достигать такой высокой температуры для диетерий тритеевого топлива. В конце концов, 100 миллионов градусов – более чем достаточно для протекания термоядерной реакции. Даже термоядерному топливу второго поколения, работающему на водороде 3, требовалась только критическая температура в 600 миллионов градусов. Трудность в исследовании управляемого термоядерного синтеза никогда не заключалась в достижении высокой температурой, а скорее с тем, как ограничить высокотемпературную плазму. Но, по сравнению с другими техническими путями, Z-машина, по крайней мере, достигла некоторых результатов с точки зрения выработки электроэнергии. Сидя в зоне отдыха лаборатории, Рик Перри, министр энергетики США, посмотрел на часы. Когда стрелка часов показывала почти час, в дверях появился главный исследователь национальных лабораторий Санди Эндерафан и направился к нему. Перри подождал, пока Рафан сядет напротив него и спросил, какой результат. Эндерафан покачал головой. Слишком рано спрашивать это, можно ли решить проблему противорадиационного материала, может ли третий внутри быть самовосстанавливающимся. Все это основные проблемы управляемого термоядерного синтеза. Перри глубоко вздохнул и оборвал его. Послушайте, мне нужны конкретные даты, к которым вы сможете добиться реальных результатов. Рафан не мог не сказать. Я не могу дать точных дат, если только Ливерморская национальная лаборатория не сможет сказать нам, когда они смогут создать источник нейтронов Дейтериолития. Значит, основная проблема – нейтроны. Очевидно, что не только. Рафан с горечью улыбнулся. Но после того, как проблема с источником нейтронов будет решена, мы сможем, по крайней мере, начать испытания материалов. Внезапно они услышали шаги. Перри посмотрел на спешащего мужчину и нахмурился. Что случилось? Мужчина, одетый в костюм, глубоко вздохнул, прежде чем с трудом произнес. Звонили из Белого дома. Президент хочет, чтобы вы немедленно вернулись. Завтра должно состояться важное собрание. Что случилось? Только слышал, человек в костюме вздохнул и тихо сказал. Наши союзники сообщили нам, что через 12 часов демонстрационный реактор в Хайчжау начнет испытания на термоядерное зажигание. Перри прищурился. Рафан, сидевший напротив него, вскочил и воскликнул. Это невозможно. Хайчжау – база демонстрационного реактора Стар. Небо чистое, без облаков. Океанские волны спокойно разбивались о скалы. Внутри базы все исследователи и солдаты стояли на соответствующих позициях. Прошлой ночью установили самый дальний блокпост на расстоянии более 20 километров. С помощью бронетехники перекрыли все дороги, ведущие в этот район. Все находившиеся поблизости туристы и пешеходы были предупреждены. Солдаты с оружием патрулировали внутри и снаружи базы, чтобы защитить от любых потенциальных угроз безопасности. Три дня назад боевые подразделения, расположенные в этом районе, подготовили достаточно огневой мощи для защиты от террористов и вражеских воздушных сил. Они провели ряд учений, в том числе наземно-воздушный бой, противоракетную подготовку и противокорабельный бой. Они учли все возможные сценарии и сделали соответствующие приготовления. В то же время инженеры Китайской национальной ядерной корпорации находились внутри и проводили заключительные проверки реактора. Если Стар-1 – стальной бегемот, то Стар-2 – гигантский стальной дракон. Сверхпроводящий магнит из Г-1 – его ноги, суперкомпьютер, его мозг, схема управления плазмой, его инструкции. Атомный зонд Гелий-3 – его глаза, в то время как композитный материал БГУ-1 – его органы, а жидкий литий – его кровь. Помимо них, присутствовало бесчисленное множество других компонентов, которые стали результатом тяжкого труда множества исследователей. К счастью, этот проект, наконец, завершен. Завершив все проверки, инженеры в сопровождении сотрудников службы безопасности покинули объект. На другой стороне базы в комнате управления все шло хорошо. Три дня назад они закончили все тренировки по термоядерному зажиганию. Все здесь заучили инструкции по технике безопасности и эксплуатации. Теперь им оставалось только повторить то, что они делали три дня назад на реальном устройстве. Проверка сверхпроводящих магнитов завершена. Впрыскивается жидкий гелий. Жидкий гелий введен. Температура достигла критического значения. Начните подачу питания. Ток достиг критического значения. Настройка магнитного поля завершена. Вводите топливо. Наконец, настал последний шаг. Теперь оставалось только включить нагревательную антенну. После этого вся работа будет сделана. Когда Лучжоу посмотрел на кнопку перед собой, внезапно начал сомневаться. Он глубоко вздохнул и посмотрел на академика Паня рядом. Хотите нажать? Нет, это твоя обязанность. Покачал головой академик Паня улыбнулся. Я уже счастлив стать свидетелем этого. Все исследователи в комнате управления смотрели на Лучжоу. Камера центрального телеканала тоже была направлена на него. Лучжоу глубоко вздохнул и протянул правую руку. Начиная с программы 863 до настоящего времени Китай почти полвека занимался исследованиями управляемого термоядерного синтеза, в то время как международное сообщество занималось исследованиями управляемого термоядерного синтеза более 70 лет. Завтра уже будет 2020 год. Все слишком долго ждали этого дня, и прямо сейчас они находились на пороге нового поколения технологий. Не было никого ближе к будущему, чем Лучжоу. Лучжоу сглотнул и посмотрел на циферблат на приборной панели, после чего посмотрел на окружающих его исследователей. Для меня большая честь быть свидетелем этого момента вместе со всеми вами. Мы выполнили всю работу, мы сделали все возможные, чтобы сделать все как можно более совершенным. Каким бы ни был исход, история запомнит этот день, мы все будем помнить. Он нажал на кнопку. Словно восходящим солнцем, темная камера реакции осветилась самой горячей энергией во всей Солнечной системе. Глава 557. Энергия звезды. Температура в камере начала подниматься. Создавая самую горячую энергию в звездной системе, плазма, сдерживаемая магнитным полем, напоминала полярное сияние внутри реакционной камеры. Как только температура достигла 100 миллионов градусов, мгновенно вспыхнул ослепительный свет. Огромная энергия, подобно приливной волне, хлынула из крошечных ядер. Все в комнате управления стали с волнением наблюдать за этим. Однако никто не аплодировал, потому что все это только началось. Репортер, который сделал снимок, быстро отошел в сторону. Исследователи в комнате управления работали, как часовой механизм. Между демонстрационным реактором и экспериментальным есть принципиальные различия. Для того, чтобы второй признали успешным, достаточно провести всего несколько успешных экспериментов, в то время как первый должен достичь практического успеха. В этот момент они разбудили спящего металлического дракона, который издал оглушительный рев. Если они справятся с этим драконом, то смогут управлять энергией звезды. Наблюдается термоядерная реакция. Пучок нейтронов контактирует со слоем металлического бериллея. Внешняя катушка настраивается. Схема управления плазмой работает. Магнитное поле стабильно. Плазма внутри реакционной камеры стабильна. Рециркуляционный насос обнаружил тритий. Система рекуперации нейтронов работает. В жидкий литий, словно в кровь дракона, медленно вводили тритий. После этого его закачивали обратно в реакционную камеру для дальнейшего зажигания. Сотрудник, докладывающий о состоянии, говорил с легкой дрожью в голосе. Тритий успешно восстановлен. Это вторая цель демонстрационного реактора Стар-2, сразу после термоядерного зажигания. Не только голос, но даже плечи сотрудника дрожали от волнения. И не только он. Все исследователи в комнате управления стали свидетелями этого захватывающего момента и сжали кулаки. Возможность использования восстановленного трития в реакторе – ключ к коммерциализации реактора. Хотя до конца эксперимента нельзя судить о конкретной эффективности восстановления, судя только по текущим наблюдениям, они достигли ожидаемых целей. А это означало, что их тяжелая работа за прошедший год проделана не зря. На другой стороне базы, рядом с сооружением, напоминающим водяной насос, инженер в сопровождении сотрудников службы безопасности проверял давление клапана на сбросе воды. Он посмотрел на значение и прищурился. «О, похоже, у нас все хорошо». Его аспирант рядом с ним спросил. «Что все?» Пожилой инженер улыбнулся и ответил. «Что же еще, если не с реактором все хорошо?» Немного удивившись, аспирант не сдержал вопроса. «Как вы это поняли?» «Подумай головой и вспомни про давление воды. Ты, студент инженерного факультета, пожилой инженер постучал по водопроводной трубе рядом и радостно добавил. Система водяного охлаждения сливает горячую воду. Что это значит?» «Ответь мне». «Реактор работает». Аспирант сглотнул и взволнованно спросил. «Это успех?» Пожилой инженер прищурился. «Слишком рано говорить это. Наш успех все еще зависит от того, сможем ли мы производить электричество, и будет ли итоговая мощность соответствовать ожиданиям. Этот демонстрационный реактор станет крупнейшим генератором энергии в Цзянцу. Говорят, он должен достигать 100 000 мегаватт. А достичь этого не так просто. 100 000 мегаватт. Думаете, это возможно?» «Сейчас нет. Мы установили только 4 феррожидкостных электрогенератора. В лучшем случае мы сможем выдать 4000 мегаватт». Пожилой инженер улыбнулся. «Но если мы установим еще сотню генераторов, то сможем». «Они принципиально отличались от генераторов ядерного деления». Феррожидкостный генератор электроэнергии на демонстрационном реакторе Стар-2 не только относительно мал по размерам, но еще в теории имеет высокую выходную мощность. С помощью всего лишь 4 генераторов невозможно полностью использовать тепло, полученное в результате термоядерной реакции. Большая часть тепла просто выбрасывалась в море. «С точки зрения инженера, вполне реально добавить сотню феррожидкостных генераторов. 100 генераторов». Аспирант посмотрел на датчик на трубе и задумчиво произнес. «Интересно, сколько диетерия нужно будет сжигать в день». Пожилой инженер улыбнулся. «Где-то 50 килограмм». По самой дорогой цене килограмм диетерия стоил 4000 юаней, поэтому 50 килограмм будут стоить 200 000 юаней. Топливо за 200 000 юаней может обеспечить электричеством всю провинцию Цзянсу за день. Даже если цену увеличить в 10 раз, эта инвестиция все равно безумно прибыльная. Конечно, демонстрационный реактор явно не нуждался в таком количестве диетерия. 50 килограмм диетерия в сутки требуется при работе реактора на полную мощность. В текущем эксперименте топливо поступало в миллиграммах. В конце концов, установлено всего 4 феррожидкостных генератора, и большая часть тепла уходила в море. Внутри камеры реакции. Когда 40-минутный цикл термоядерного синтеза подошел к концу, тепло, накопленное внутри реактора, выводилось в море с помощью воды. После того, как термоядерная реакция прекратилась, температура молекул газа внутри активной зоны реактора быстро упала со 100 миллионов градусов до менее чем 10 миллионов градусов. Теперь реактор выключит на 20 минут. В течение следующих 20 минут внешняя катушка отрегулирует форму магнитного поля, чтобы подготовиться к следующему циклу. Хотя реактор остановили, работники в комнате управления не расслаблялись и работали. Глядя на строки данных и графики на экране компьютера, Лучжоу немного подумал, а потом сказал, включите первый генератор. Согласно собранным данным, предыдущий этап эксперимента прошел почти идеально. Пора перейти к следующему этапу. Понял. Услышав команду, сотрудник, сидевший перед компьютером, сразу же нажал кнопку подключения к первому генератору. Как и у большинства атомных электростанций, находившихся вблизи моря, когда электроэнергия не вырабатывается, избыточное тепло напрямую сбрасывалось в море через систему водяного охлаждения. Что касается специальной гелиевой золы, полученной в результате термоядерного синтеза, то с помощью специального оборудования ее извлекали после охлаждения. Когда требуется выработка электроэнергии, то устройство вывода тепла подключалось к соответствующему генератору. Если им требовалось определенное количество энергии, то они сжигали столько топлива, сколько нужно. Нужно лишь достаточное количество генераторов. После подключения первого генератора к реактору начался второй этап эксперимента. Энергия звезды снова высвободилась. Стальной гигант не только кипятил морскую воду, но и пробудил генератор электрической энергии. Ионизированный газ, прорезая магнитные линии, выбрасывался из сопел, что превращало тепловую энергию в реакторе в постоянный поток электроэнергии. Сотрудник перед компьютером взволнованно воскликнул. Выработка электроэнергии генератором происходит нормально. Мощность первого генератора растет. Первый генератор достиг максимальной мощности в 1000 мегаватт. В конце концов он больше не мог сдержать своего волнения и закричал. Мы сделали это. Верно, им удалось. Энергия, получаемая в результате термоядерных реакций, преобразовывалась в электроэнергию. Первый генератор начал подавать энергию на нагревательное устройство. Термоядерный реактор и генератор образовали цикл непрерывной и стабильной выработки электроэнергии. В солнечной системе нет более чистой формы энергии, чем это. Восклицание исследователя отозвалось в сердцах каждого. Комната управления взорвалась радостными криками. Все обнимались и давали друг другу пять. Победа принадлежала им. Не только история запомнит эту победу. Они также будут помнить эту совместную победу. Лицо старика Паня покраснело от волнения, и он сжал кулаки. Даже его сухие губы слегка дрожали, когда он бормотал что-то, слышимое лишь ему. Академик Ван тоже смеялся. Он взволнованно похлопал Лицзянина по плечу, как ребенка. Я же говорил, мой генератор работает. Да-да, ты, молодец. Академик Ли поднял руку и протер глаза. Обычно он бы похлопал его в ответ. Но сейчас он был так сильно возбужден, что был не в состоянии придумать ответ. Командир Дай стоял у входа в комнату управления и смотрел на всех исследователей в комнате. Он снял свою военную фуражку и, сам того не замечая, прослезился. Он не знал, что означают данные на компьютерах. Он не имел ни малейшего представления, почему исследователи так радовались. Но он знал, что с этого момента свет управляемого термоядерного синтеза может засиять на китайской земле. Цепи термоядерной энергии наконец-то сорваны. Теперь уже ничто не могло их остановить. Они наконец выиграли эту битву. В ушах Лу Чжоуэхам отдавались радостные возгласы. Он понятия не имел, сколько раз его обнимали. Он стоял перед панелью управления, сжимая и разжимая кулаки. Наконец на его лице появилась улыбка. Да нам удалось. В этот момент перед ним появилось текстовое сообщение. Пользователь, поздравляю с завершением цепочки заданий. Термоядерный свет. Глава 558. Завершение задания. Шум вокруг Лу Чжоутих, когда он прошептал. Система. Вскоре он оказался в белоснежном пространстве и подошел к полупрозрачному информационному экрану. Там его ждали награды. Но в этот момент он уже не был так взволнован. Изначально ему казалось, что выполнить это задание будет невозможно. К этому моменту, когда он успешно достиг термоядерного зажигания, он прошел через многое, и многому научился. Возможно, он уже получил истинную награду за это задание. Пользователь, поздравляю с завершением цепочки заданий. Термоядерный свет. Оценка цепочки заданий. Искра управляемого термоядерного синтеза наконец-то зажглась. Невежественная человеческая цивилизация наконец-то научилась зажигать огонь солнечной системы. Награда очками опыта. 1 500 000 свободных очков опыта. 500 000 очков опыта по физике. 20 000 очков опыта по материаловедению. 200 000 очков опыта по инженерному делу. Награда баллами. 2000 баллов. Другие награды. 1. Карточка специального задания. Можно активировать до взятия обычного задания. Активируйте, чтобы начать цепочку специальных заданий, которая заменяет обычные. Специальная цепочка заданий не может быть прервана, если пользователь не провалит ее. 2. Карточка бонусного задания. Можно активировать до взятия обычного задания. После активации заменяет обычное задание. 3-1 билет счастливой лотереи увидев количество очков опыта, Лучжоу ахнул от потрясения. 1,5 миллиона свободных очков опыта. Первоначально он думал, что какую награду не получил бы, она не удивит его, как достижение термоядерного синтеза. Но увидев цифру в 1,5 миллиона, он не мог не удивиться. Требования к 8 уровню, всего 1-2 миллиона. Он уже решил, как распределить эти очки опыта. Не колеблись, Лучжоу глубоко вздохнул и произнес. Система «Открой мою панель характеристик». Синий свет пронесся по экрану, как быстро появилась панель характеристик. Лучжоу протянул руки и выбрал 1,5 миллиона свободных очков опыта, после чего отправил их все в математику. Вскоре его панель характеристик обновилась. А. Математика. ЛВ-8 444-000-300-000-000-В. Физика. ЛВ-6 282-000-600-000-С. Биохимия. ЛВ-4, 74-000-2000, Д. Инженерное дело. ЛВ-5, 0-300-000-Е. Материаловедение. ЛВ-6, 13-000-600-000-Ф. Энергетика. ЛВ-3, 0-100-000-Г. Информатика. ЛВ-2, 3-000-0-50-000-Баллы. 3475 Лучжоу так долго находился на седьмом уровне. И теперь, когда он достиг восьмого уровня математики, он почувствовал облегчение. Он даже не мог описать радость, которую испытывал. Однако требование очков опыта до следующего уровня заставило его вспотеть. 3 миллиона. Безумие какое-то. Лучжоу невольно нахмурился, потом глубоко вздохнул и отвел взгляд от математики. Вместо того, чтобы беспокоиться об этом ужасном требовании, он мог порадоваться другим многим моментам. Например, физика и материаловедение выросли до 6 уровня, а инженерное дело – до уровня 5. Его общие пункты также немного восстановились после его последних расходов. Лучжоу почувствовал себя намного лучше, когда закрыл панель характеристик и посмотрел на свой список наград. Он посмотрел на карточку специального задания.